Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наш увлекательный курс. Сегодня у нас восьмая лекция. Сегодня лекция будет довольно сложная, но она довольно важная. Я буду вам сегодня рассказать про байерские методы. Это очень большое направление. Это целая такая большая область машинного обучения. Сейчас она очень прогрессирует. Сейчас это просто то, что называется прям ход. Ход. Постоянно выходит новые статьи, новые работы. Почему? Потому что она позволяет строить новые алгоритмы, обладающие какими-то уникальными свойствами. То есть если вы слышали, например, про нейронные сети, я думаю, многие вас слышали. Вот такая определенная байерская процедура позволяет сократить количество нейронов в нейронной сети на 99% и при этом качество не уменьшить. То есть мы можем благодаря такой специальной процедуре сильно ужать сеть и при этом оставаться в том же качестве. Это очень важно, например, когда вы используете нейронную сеть, например, для вашего телефона. Когда у вас память сильно ограничена, вам нужно очень сильно сжать нейронную сеть, и для этого очень помогают байерские методы. Я дал такой пример, потому что это очень важная такая практическая область. Если вы будете заниматься дальше машинным обучением, особенно нейронными сетями, сейчас есть такое целое направление, так называются нейробайерские методы. Это когда байерские методы применяются для нейронных сетей. Они успешно гармонируют и позволяют делать совершенно потрясающие вещи. При этом эта область довольно сложная. Я буду стараться вам все довольно максимально кратко, понятно, изложить. И, как обычно, я приветствую любые ваши вопросы. Итак, если все готовы, давайте поедем к содержанию. На первой части лекции мы с вами обсудим так называемое оптимальное байерское правило. Мы с вами прошли довольно много алгоритмов, и все они какие-то разные. И вот есть вопрос, существует ли такой алгоритм, который оптимальный в каком-то смысле. На этот вопрос отвечает оптимальное байерское правило, и я вам покажу, какой алгоритм по определенному функционалу является самым лучшим. На второй части лекции мы обсудим такую важную практическую задачу, как метод восстановления плотности. Так, в двух словах что это такое. Это когда у вас есть какая-то выборка, например, вы измеряете площади квартир. Вам интересно понять, какое распределение у этой совершенно величины. Мы считаем, что случайная величина, площадь квартиры, и мы хотим узнать, какое у нее распределение. Там нормальное или папуасон и так далее. И третья, самая такая интересная часть, я вам скажу, в принципе, про байерский подход к таким классическим задачам машинного обучения, как к лок-регрессии и к лейной регрессии. Мы с вами разберем его на другом, с байерской точки зрения. Окей? Итак, мы начинаем к первой части. Переходим с вами к первой части, к оптимальному байерскому правилу. Мы с вами будем говорить на вероятностном языке. То есть мы сейчас будем работать только с теорией вероятности. Я надеюсь, что вы уже как бы что-то знаете из университета. И если сам не знаете, скорее всего, вы быстро узнаете, потому что ничего сложного здесь не будет. Будет использоваться только парочка правил обращения с вероятностями. Там, что такое условная вероятность и так далее, что такое формула полной вероятности. И почему, в принципе, интересно и круто использовать вероятностные методы для машинного обучения. Вот когда я все это изучал, вот в первый раз, мне казалось, что вот эта вся область, это машин-леник, это какая-то на самом деле не область, а какой-то набор правил. Знаете, такое ощущение, что какие-то, значит, люди там в шагом году собрались и придумали, вот, значит, КНН. Они такие собрались, он работает, выбили какой-то скор, опубликовали статьи и потом добавили в искалерн. КНН. Потом, там, в 90-м году, это как бы, я года из галмы придумываю. Такие, о, лог-регрессия, типа, вот давайте сделаем так. Там скорость-то лучше, они сейчас попубликовали и это. Потом, о, деревья, да, вот деревья тоже неплохо. Вот и так же давай делать. Вот, чтобы у вас не было такого чувства, я вам покажу сейчас такой, как с помощью одного языка, вероятностного языка, описывать все модели одним, то есть в одинаковых терминах. Чтобы у вас не было такого, чтобы у вас не было такого хаоса в голове, как был у меня, когда я это только изучал. То есть, в принципе, большинство моделей можно рассмотреть именно с вероятностью точки зрения. И мы с вами посмотрим, как это сделать. Вот для очень любознательных я вам рекомендую почитать книжку от Бишопа Кристофера. Это та же книжка, что, того же автора, что написал Pattern Recognition Machine Learning, она довольно новая. У него даже есть свой твиттер. Я первый раз вижу, что у книжки был твиттер. Называется она Model Based Machine Learning. Это как раз-таки, вот, он описывает, как с помощью вероятностного языка, с помощью так называемых граф-моделей можно решать абсолютно любую задачу. То есть, там решается задача рекомендации. Или, например, задача выявления астмы у человека. Или задача, как, например, отаранжировать людей в игре Xbox Live. То есть, такие разные задачи. То есть, например, есть задача, которая, вот у вас есть игрок, и нужно найти игрока, с которым ему было бы максимально интересно сыграть. То есть, такого же уровня, как и он. Вот эта задача тоже может эффективно решаться с помощью боевских методов. Ну, понятно, что пункт 2 — это то, что... То есть, чем еще плюс, что мы будем использовать вероятностный модели, в том, что мы можем использовать весь мощный аппарат теории вероятностей, которые развивались, собственно, с 22 века и до сих пор. И третье, тоже немаловажное, вы сможете эти же модели проверять, анализировать теми же самыми вероятностными методами. То есть, вы можете лучше понимать вашу модель, потому что вы понимаете, как бы, каким языком она написана, а не просто, знаете, вот есть дерево решений, там, вы там зафитили, там, у вас там энтеропия, там, критерий GINI, и все, там, какое-то качество, и вы уже туда залезть не можете. Вот когда у вас вероятностные модели, и вы понимаете, каким языком они написаны, вы уже можете как-то сверху с помощью теории вероятностей как-то их проанализировать. То есть, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим на такой пример. Пример. Вот представьте, что вы решаете задачу банковского сколинга. Это очень популярная задача. Ее решают все банки мира. И они к ним очень-очень так чипзильно относятся. То есть, условно говоря, вот если вы закончите эту атмосферу, такие успешные будете дата-сайтистами, придете, как бы, в банк делать кредитный скоринг, вас, как бы, отправят, потому что скажут, не лезь со своими там нейронками, у нас все, как бы, стабильно. То есть, это у них очень важная задача, потому что это, как бы, их хлеб. И в банковском скоринге используют логистическую ограничку, как правило, потому что она, собственно, выдает вероятность. Да, то есть, мы говорили на лекции, что она предсказывает, собственно, вероятность, там, того, что человек отдаст кредит, но при условии, собственно, тех признаков, которые у них есть. Почему же это важно? Это важно, потому что банк, например, да, как один из примеров, может посчитать, как бы, средние убытки. То есть, какой ему портфель денег, портфель денег, не знаю, можно так сказать, накопить, чтобы в случае, если, как бы, все пойдет плохо, он, как бы, выжил, он устоял. Да, то есть, смотрите, он говорит, что вот мой риск, средний, да, это сумма, как это, мотожидание потерь. Вот, например, у вас есть лямбда иксито, игрек, лямбда икси, игрек, который говорит о том, насколько вы, банк, проиграете денег, если, например, вы дадите кредит человеку, то есть, игрек, ну, отгин, а он вам не даст. Да? То есть, вы умножаете это, как бы, на вероятность, включаете мотожидание, мотожидание, как бы, сколько денег вы потеряете. Или наоборот, если вы дадите кредит, а он вам его отдаст, и выжил, получится этот процент. Такую штуку вы можете просто с помощью стахастического модели рассчитать, условно говоря, просто посчитать для какого-то большого числа людей эту вероятность, а потом, как бы, подбросим монетку. Отдал, не отдал, отдал, не отдал. И посчитать вот этот риск. Вы посчитаете, сколько денег вам нужно запасти для того, чтобы ваш банк не рухнул. Понимаете, да? То есть, это просто пример на то, что, насколько важно в некоторых областях иметь не просто какие-то черные ящики, а честные интерпретируемые модели, чтобы по ним строить какие-то прогнозы. Прогнозы о том, как будет вести себя ваша система в случае каких-то ситуаций. Окей? Еще раз, что такое банк? Это, как бы, количество потерь денег, которые потеряет банк, если он объекту X присвоит класс Y. То есть, если он человеку, который отдаст кредит, присвоил, что он отдаст кредит, он получит деньги плюс, потому что он получит процент. А если он, который отдаст кредит, присвоил, что он не отдаст, присвоил, что он отдаст, он потеряет, потому что там будут суды какие-нибудь, понимаете, там, издержки, и он потеряет деньги. И мы отождаем такой штуки, это и будет в среднем, сколько банк потеряет или выиграет, если вы правильно почитали, если у вас хороший алгоритм. Коллеги, давайте теперь введем некие обозначения для того, чтобы нам с вами было удобно дальше работать. Во-первых, скажем сначала, что у нас есть наши объекты и наши ответы, то есть наша целевая переменная, они лежат в каком-то распределении. Случайно включено x, фичи, это вектор, то есть когда я говорю x, я имею в виду целый вектор фичей, то есть полчеловека, его зарплата, где он работает и так далее. И y давайте для простоты покачать просто классификацию. То есть отдаст кредит, не отдаст кредит. И считаем, что вот эти люди, они как бы лежат в каком-то распределении, в каком-то распределении p от x и y, и мы оттуда случайно и независимо берем обучающую выборку. То есть мы в последствии с распределением, мы из него случайно набираем примеров. Ну, обычно говорят, сэмплируют. Это такое слово, оно как бы начинающим тяжело понять, но вот когда вы выбираете объекты из выборки, говорят, что вы сэмплируете объекты. Такое полезное для вас в будущем определение. Ну вот, то есть выборка наша просто называется iid. Независимая и одинаково распределенная. Дальше ведем некие обозначения для того, чтобы с вами был удобно работать. Вот p от y. Вероятность того, что мы увидим класс y. То есть видите, тут x никакого нет. Это просто априорной вероятностью класса y. Априорная, вот это я списал из википедии, латынь, от предшествующего, да, то есть без проведения экспериментов. То есть вы не знаете, что это человек. Вот в к вам приходит банк-человек, вы такие, с какой вероятностью он даст кредит? Вот вообще без в фичей просто так. Это называется априорной вероятностью класса y. Противовес ей, ну не противовес, а в том же ключе апостериорная вероятность класса y. Апостер это из последующего по-латыни, да, то есть это как изменилась ваша априорная вероятность после того, как вы увидели, кто к вам пришел. Вот вы увидели, что это, значит, мужчина, там у него зарплата такая-то, он из такого-то города и вот какая вероятность, что он отдаст кредит при условии того, это условная вероятность, что у него такие фичи. Да? Дальше p от x при условии y это так называемое правдоподобие объекта x или likelihood на английском. Что это такое? Это насколько вероятно увидеть такого человека при условии того, что он отдал кредит, например, или не отдал кредит. То есть вы видите как бы человек, который там суперобеспечен, там бизнесмен, ездит на инфинити. Вот какая вероятность того, что вы увидите его в классе отдавших кредит? Ну, наверное, большая, да, у него там обеспечен, скорее всего, он отдаст. Понятно, да? То есть это вероятность пронаблюдать такой объект при условии того, что вот такой вот класс. Окей? И p от x обычно называется обоснованность, хотя перевод довольно непонятный для меня, потому что слово по-английски называется evidence, evidence. Evidence по-английски это, наверное, какая-то улика или что-то такое, но вот обычно это как обоснованность. Это просто вероятность того, что вы, в принципе, этот объект можете увидеть. То есть не является этот объект какой-то аномалией. То есть вот эти четыре распределения, которым будем дальше оперировать. Итак, во-первых, вам нужно понимать, что для вероятности моделирования знать нужно только одно. Вот одно распределение это совместное распределение. То есть если вы знаете совместное распределение на всех объектах и всех целевых признаках, то вы знаете все. Почему? Потому что в теории вероятности есть так называемое правило суммирования формулы полной вероятности как бы как хотите. То есть мы можем получить так называемое маргинализованное распределение, распределение только по одной переменной. Если мы просто проинтегрируем совместное распределение По любой другой, ну, поставщийся. То есть это такое просто, и без все вероятности. И также можно применять для условной вероятности. То есть для условной вероятности мы можем по формуле байса, которая будет поедать дальше, но пока я здесь просто напишу, как часть Тервера, по формуле байса мы можем представить апостерерную вероятность через совместную. То есть подробно мы сейчас остановимся на этом на следующих слайдах, но пока просто вы понимаете, что на самом деле самое важное, самое ключевое — это распределение на совместное, то есть на объектах и на социальных переменных. Все остальное из него выводится просто по формулу теории вероятности. То есть хорошо, если вы уже знаете, если вы уже со старших курсов. Все равно хорошо, если вы не знаете, потому что вы узнаете все это очень скоро. А на лекцию это сильно не повлияет. Итак, собственно, к самой формуле байса. Во-первых, это как бы такой большой столб машинного обучения. То есть на самом деле сложно сказать, кто ответственен за формулу байса, она так называется, но на самом деле, по-моему, ее строго описал Лаплас. Ну, когда я знал свою теорию вероятности, он описал именно ту формулу байса, в том, которую мы ее знаем. Вот такая формула называется терема байса. Если применить формулу суммирования, вы можете знать или писать через интеграл. То есть я, честно говоря, не знаю, что из этого двух называют формулу байса, поэтому я называю и то, и то формулой байса. То есть в чем ее глубинный смысл? Она позволяет вам пересчитать вероятность того, что вы увидели объект X для класса. То есть вы увидели какой-то элемент X, да, и она позволяет вам оценить апостерерную вероятность, да, через то, что мы называем likelihood. То есть она позволяет вам через приор и likelihood оценить вам апостерер. То есть вы не знали раньше ничего, у вас был какой-то пат-Y, вы пронаблюдали какой-то эксперимент, вы знаете, насколько вероятно увидеть этот эксперимент при условии данного класса, и вы легко с помощью формулы байса получаем апостерерную вероятность. Ну, а как вы понимаете, самое важное, что мы хотим сделать для задачи кредитного скойлинга, это вот это и посчитать. Нам вот это, вот это нам нужно очень. Мы хотим узнать, какая вероятность того, что человек, именно этот человек отдаст нам кредит. И благодаря формуле байса мы элегантно эту вероятность пересчитываем через другие. А эти я вам покажу, как оценивать. Суть нашей лекции, что мы сегодня научимся оценивать вот эти вероятности. И это позволит нам элегантно посчитать нашу исковую вероятность. Окей? То есть мы будем сейчас эксплуатировать формулу байса. Коллеги, есть вопросы? Да, можно еще раз. А, еще как выяснилось, очень просто. Смотрите. Вы записали два раза определение условной вероятности. Ну просто для, применяв местами x и y. Дальше вы, например, если вы вводите y при условии x, как я, вы вместо p от x, y ставите px при условии y на p от y. И все. То есть вот эта формула, это вот эта же она и есть. Просто я p от x, y заменил на, вот через эту формулу посчитанную. Да, да, да. Это просто я приписал, что типа если величие независимые, то можно просто так написать. Но это как бы не к выводу не имеет никакого отношения. Да, да, именно так и должно быть. Это независимость. То есть если они независимые, то условность ничего не влияет. Это я хотел, чтобы вы сами догадались. И вот видите, один человек дошел. То есть смотрите, попробуйте подставить, если величие независимые, подставить вот это вот сюда, и вы получите, у вас все сократится. Сейчас получится, что p от y при условии x, оно p от y. То есть x никак не связан с y. Что вам произошло, что он не произошло, неважно. Это называется, собственно, независимость. Коллеги, есть еще вопросы по формуле Vice? Окей. Дальше давайте рассмотрим такую величину, как функционал среднего риска. Введем такую величину. Во-первых, пусть у вас есть какая-то функция потерь, о которой мы уже что раз говорили, там, неотрицательная, показывающая ошибка, там, алгоритма A на объекте x с правильным объектом y. И вот функционал среднего риска — это методожидание функции потерь. Ну вот, то есть R от A — это интеграл от L от A x y умножить на вероятность, потому что это методожидание, dx под dy. Понимаете, я интегрирую по x и по y, получаю функцию от A. Ну и понятно, что разумно брать такой алгоритм, который этому среднему риску доставляет минимум. Понятно, да? То есть средний риск — это просто методожидание функции потерь. То есть если мы знаем, что наши объекты берутся из сопротивления совместного, то я легко считаю методожидание. Ну вот. Коллеги, вопрос. Вот мы с вами на нескольких лекциях говорили про эмпирический риск. Вот какая связь вот этого риска с эмпирическим? Да, форм похоже. А какая напрямую связь? Видишь, что они очень похожи? Ну да, хорошо, но на самом деле вот это более фундаментально. Да, это мудраждание. А там среднее, как вы помните? Ну да, да, но у нас не забыче, как бы у нас, ну, может быть, не быть забыче. Смотрите, то есть на самом деле, как бы вы правы, да, это среднее есть, это просто оценка. Средний риск — это просто оценка нашего среднего риска, статистическая. То есть мы говорим, типа, о, у меня есть какое-то распределение, давай-ка я просто от него насемплирую, как я говорил раньше, то есть насоберу из распределения объектов и почитаю среднее. То есть я не хочу считать интеграл этот громоздкий, я просто как бы возьму распределение объекта и почитаю средний лосс. И как вы верно сказали, по ZBG, собственно, оно в пределе, когда у вас вы будете бесконечно много объектов сэмплировать, оно станет ровно этим. Как бы средний риск — это такая, эмпирический риск, это такая эмпирическая оценка нашего среднего риска. Понимаешь, да? Можно я хочу сказать по поводу нашей цели. Да, конечно. Какой-то общее распределение, да? А это вот в самом начале бы говорить, что наши объекты xy виз... Нет. Нет, x,y, у вас есть распределение p от x,y. Существует такое совместное распределение на x,y. Окей? Не понял, что на это же? Окей, короче, если будет вопрос, давайте после лекции. Так вот, коллеги, вы поняли, что фундаментально это средний риск. Эмпирический риск просто такая стахарстическая оценка. Вопрос, почему бы тогда просто не всегда вот это оптимизировать? Вот зачем нам какая-то оценка, берем как бы и вперед. Да, это верно. То есть, если бы мы знали вероятность совместного распределения, то мы бы решили все машинное обучение. То есть, не было машинного обучения вообще. Да, то есть, ответ вот такой. У вас его просто нету. А если бы был, все, конец, никакие логогрессии не нужно, ничего не надо. Все, вы берете, просто считаете интеграл и находите его минимум. Все, это ваш правильный ответ. То есть, в совместном распределении на x и y кроется ответ на, как бы, все машинное обучение. Один нюанс в том, что мы его не знаем. Да, то есть, одна небольшая проблема. Вопрос, что же делать? Есть идеи, что делать, если мы очень хотим найти минимум такого интеграла, но вот этого мы вообще не знаем. Вот как вы поступили, вот как с точки зрения молодых ученых, у вас есть проблема, значит, у вас неизвестна плотность распределения. В аналитическом виде. Так, вот, то есть, хорошо, а как? Что вам нужно? Вот, видите, как ваш аналитический ум стремится к победе. То есть, мы посчитать не можем, но, ну, во-первых, на самом деле, я вам покажу дальше, что совместно как бы не нужно для оптимальной классификации, вам хватит только апостериорного. То есть, P от X вам не нужно, на самом деле. Вам нужно только P от Y при условии X. Но это я вам покажу дальше, это вы знать не могли. Мы можем оценить эту плотность по выборке. Смотрите, да, то есть, если вы видите выборку, да, вы видите, условно говоря, что мужчины, которые там богатые, известные, успешные, все отдают кредит, прям все. Но очевидно, что у таких мужчин P от Y при условии X большое. Вот видите, вот, типа, вот успешный мужчина, большая вероятность, что у нас кредит. Вы можете по выборке, да, просто пронаблюдав, что успешный мужчина дает кредит, оценить P от Y по условии X. Как вы верно знаете, когда численно оценить эту вероятность. Как это понятно? Это и есть задача восстановления плотности. Как вам подожидаемо на сцене, а есть самая вероятность? Когда мы говорим, что успешный мужчина, сюда вероятность. Ну, нет, это не самая вероятность, с помощью какого-то там среднего, там, не знаю. Вам уже вероятность именно, почему есть мат-ожидание, я не очень понял. Ну, мат-ожидание от Y, как бы, X, это значит. Ну, это будет, как бы, есть вероятность, потому что она, как бы, один или ноль. Ну, то есть, как бы, одно и то же, на самом деле. То есть, смотрите, это понятно, то есть мы не знаем точно, зато мы можем, понаблюдав выборку, понять, что такие-то мужчины дают кредит, и оценить эту вероятность. Как именно это будет вторая часть нашей лекции? Мы с вами обязательно научимся это делать. Для регрессии будет аналогичный подход, я вам потом после лекции скажу ссылку, как сделать для регрессии. У нас после лекции ограничено, я не смог ввести туда регрессию, но для регрессии действует все то же самое. То есть там понятно, что чуть посложнее, потому что там вещественный таргет. Там будет существенно сложнее вводить формулу. Но, в принципе, подход такой же, я вам скину обязательно ресурсы. Итак, переходим к так называемому оптимальному байерскому классификатору. Итак, смотрите, представим, что у нас функция потерь очень простая. Что y, предсказанный с крышечкой, не равен вашему y. Если он равен, то это ноль, если не равен, то идиничка. Самая простая функция потерь, и для него мы выведем оптимальное байерское правило. Вот наш функционал среднего риска. Очевидно, что когда вы делаете такую дискретную функцию потерь, у вас сверху по y останется только сумма. Ну, у вас там типа y классов, y большой классов, а интеграл по x останется. Я это просто переписал, когда у вас x, y стал дискретным. Ну, для y большое. Если честно, как бы вообще, нигде не обманул. Дальше идет правило полной вероятности или правило суммирования. Вот посмотрите, вот этот l, y с y крышкой, он равен нулю во всех y для одного объекта, который вы не предсказали. То есть он равен, он может быть равен нулю или единице, только для того y, для которого вы дали правильный ответ. Всяк с трехом ноль. Поэтому вы можете разбить вот этот интеграл, вот эту сумму, на две суммы. На всех y, кроме того, что вы предсказали, и на тот, кто вы предсказали. И она равен со единички. Такой важный переход. Из-за того, что у вас как бы эта l, она дискретная, она равна единице только в одном случае. Когда y и y штышка не равны. И вот вы ее вынесли в отдельную сумму. И сумма этой плюс вот этой, это ровно единичка. Это просто формула полной вероятности. Если это так, то я могу очень просто оценить вот эту l через 1 минус вот это. То есть мой средний риск, который у нас сложная формула, это просто 1 минус совместная вероятность того, что ваш x принадлежит y. Важно, подумайте сейчас внимательно. То есть функционал среднего риска, это не что иное, тождественное. 1 минус вот такой интеграл, где у вас стоит вероятность того, что ваш предсказанный y и x имеют большую вероятность. Среди совместей. То есть если у вас очень большая вероятность, то есть это как бы единица, это 0 просто. То есть это значит, что вы очень хорошо предсказали. Ваш y предсказанный очень хорошо ложится на эту плотность. Это понятно, да? А если вы наоборот очень маленькая вероятность, то есть 0, то есть у вас предсказанный y вообще рядом с ним не лежит. То есть как бы в плотность вероятности говорит о том, что там нулевая вероятность. Тогда это будет просто единичка максимально. Окей, да, коллеги, понятно? То есть мы просто через такое суммирование сделаем такой элегантный переход. То есть типа 1 минус. И это просто тождество. А дальше очень просто. То есть если вы знаете вот это, вы можете заменить это на максимум по всем. То есть эта штука всегда больше равна, чем вот эта штука. Чем максимальный из y в попе от x, y. Да, потому что это просто разность. Если я беру здесь максимальный, это заведомо будет меньше. Ну и все. Назовем вот этот классификатор, который возвращает вам y как максимум, оптимальным классификатором, а со звездочкой. И вот очевидно, что вот r от 1 со звездочкой всегда меньше или равен, чем вот это. То есть если вы оптимизируете вот это, оно всегда будет меньше, чем исходный функционал. То есть а со звездочки — ваш оптимальный функционал, оптимальный классификатор. Все классификаторы а большие, а маленькие, по функционалу среднего риска будут больше него. То есть наша задача — найти именно вот этот классификатор. То есть классификатор а со звездочкой, который ставит максимум среди всех y по совместной вероятности. Ну, и очевидно, вставка по формуле условной вероятности, p от y по условию x на p от x, мы можем оставить только вот p от y по условию x, потому что от x ничего не зависит. Смотрите еще раз, коллеги. Я переписал функционал среднего риска через один минус, потом заменил p от x, y на максимальный p среди всех y, которые существуют. И вот такой классификатор, который ставит по arg-максимуму, назвал а со звездочкой и показал, что любой другой классификатор по среднему риску будет больше не равен ему. Эта штука самая крутая. Ну, а теперь просто можно переписать по формуле байса, ну, по формуле условной вероятности. И так как у нас arg-максимум по y от x не зависит, мы можем просто заменить на arg-макс p от y по условию x. Это так называемый максимум апостеролий классификатор, map. Может, вы где-то уже услышали. Коллеги, есть ли вопрос еще? Ну, не еще, есть ли вопрос по этому выводу? Смотрите, вы... У вас в этой сумме Эта сумма по всем y, да? По всем y из класса. И только один из них не нулевой. Поэтому вы можете расписать эту сумму по формуле полной вероятности. У вас как бы сумма всех y и всех y, на которые вы предсказали, она должна быть в этой единице. Понимаете? Потому что в каком-то из них у вас сработает эта l. Поэтому эта штука позволяет вам выразить вот этот функционал через то, что вы предсказали. Причем, я понимаю, что на слайд тяжело это сделать. Просто распишите вот это дома. Распишите просто l, y и красота точка для случая трех классов. Вот для этой именно функции. Когда у вас единичка, будет только один раз сейчас. Точнее, нолик, нолик, сори, сори. Нолик, сейчас только один раз. У вас будет всегда нолик, кроме одного единственного случая. Коллеги. Есть еще вопросы по... То есть мы с вами показали, что с точки зрения функционала среднего риска, оптимально делать вот так вот. Оптимально говорить, что ставить тот класс, у которого arg-максимум p от y и условия x. Это предсказание. То есть у вас функция потерь. Я просто переписал через y и предсказанный y. Окей. Дальше мы немножко пойдем в сторону и обсудим то, что стоит, мне кажется, обсудить на курсе по машинному обучению. Смотрите, в машинном обучении выделяют таких три больших класса алгоритмов. Во-первых, назовем генеративным алгоритмом или генеративной вероятностью моделью. Такой алгоритм, который моделирует совместное распределение p от x плюс из b и y. То есть совместное распределение на x и y. Дискриминативной вероятностью моделью назовем, если алгоритм моделирует опостереводное распределение только. Если он моделирует такую-то штуку, а ту нет. Ну, соответственно, просто дискриминативной моделью невероятности назовем просто такую штуку, которая просто делает решающие правила. Y к нему f от x. То есть давайте просто, чтобы было понятнее, разберем все примеры. Вот генеративную модель вы еще не видели. Вот сегодня мы с ним познакомимся. То есть они моделируют совместное распределение на x и y. Вот что вы помните про дискриминативную вероятность модели? Вот какая штука вам моделирует p от y плюс ловь x? Да, да. Самая популярная дискриминативная вероятность модель – это просто логистическая регрессия. Она, собственно, это и моделирует. Она вам иксы не моделирует никак. Она вам не может сказать, насколько вероятен этот человек, который отдаст ли нас кредит. Она просто затачивается на таргет. Задача – пускать таргет и все. Иксы не трогаем. А вот модель, которая вообще не трогает вероятности. Просто делает такую решающую функцию y f от x. Что-что? Да, но на самом деле там тоже это есть. Ну, линерект – окей. Пока принимается, потом нет. КНН, да. КНН вообще не… КНН еще. Ну, могут же прошли. Дерево, да. Дерево должно ничего не моделируется. То есть дерево просто ему наплевать на все ваши вероятности, он просто высекает. Куда попало, то и попало. Ну вот. А сегодня мы обсудим генеративные вероятности модели. Ну, по большей части. Ну вот я, кстати, написал для тех, кто не будет на лекции ответы. Да, еще не проходили. Давайте теперь разберем плюсы. Плюсы и минусы от диск-кематиновых и генеративных моделей. То есть в чем плюс делать модели, которые предсказывают только P от Y по условию X, и в чем плюс модели, которая моделирует и то, и то? Коллеги. Ну да, да. То есть если вы видите и то, и то, то ваш модель более полная, она более общая. Это такой философский ответ, потому что за ним не проследуется какой-то практической ценности, но да. Еще какие-то варианты. То есть смотрите, давайте я вам напомню еще форму Байес. У вас разница между P от X, Y и P от Y, X, что P от Y, X, Y — это то же самое на P от X. То есть разница между дискремативной моделью и генеративной, что вам нужно как бы выходить дискремативно на множество P от X. То есть сущная разница между дискремативной и генеративной моделью в том, что генеративные еще X моделируют. Просто форму Байес — это очень хорошо видно. То есть вы переносили это на это, получили генеративный модель. То есть вся разница между ними в этом. Коллеги, какие еще вы видите преимущества? Зачем нам еще генерировать X? Ну да, окей, хорошо. То есть мы можем генерировать объекты новые и, например, добучать модели, да? Ну это выглядит странно, но, например, вы можете обучить сложную генеративную модель и потом под какую-то определенную задачу генерируют объекты, которые уже будут обучать другую модель. Окей, хорошо. Еще есть вариант какие-нибудь. Окей, давайте разбьем, я немножко придумал. Во-первых, плюсы дискремативных моделей. Во-первых, ее просто невероятно проще учить, чем генеративную. Почему? Вот такой просто жизненный пример. Представьте, что вы классируете как бы картины, там, Пикассо это или Дали. Вот эта штука, это просто вероятность того, что эта картина класса Пикассо. А вот эта штука, нарисуй мне эту картину, как Пикассо. То есть покажи мне вероятность каждого пикселя на этой картине. Совместная причем. У вас там картина большая, куча пикселей, пожалуйста, ее нарисуй. То есть вот эта штука, она заточена чисто под задачу, как логрегрессия. Ей вообще не плевать, что какие у вас иксы. Она решает только вот это. А генеративно описывает их полностью. Поэтому ей как бы в случае с Пикассо ей нужно еще нарисовать картину эту. Чтобы она полностью понимала, как распределены иксы внутри себя. Это понятно, да? То есть учить дискремативную модель намного проще. Ну и из-за этого, конечно, они в обычных задачах, типа там вот скворинга, используют их. Потому что ее просто, ее качество заведомо будет, ну скорее всего, будет лучше. Теперь, во-первых, плюсы генеративных моделей. Ну то, что вы сказали, это они более общие. Во-первых, они легко работают с пропущенными значениями. Очень легко. Ну потому что вы знаете, совместное распределение вот это на все-все-все фичи. Вы такие, оп, пропущен фича, ну какая там вероятность, ну такая, ну заполнил, все. То есть как бы, если вы знаете распределение на все-все-все признаки, вам не составляет труда просто заполнять пропущенные значения. Понятно, да? Большой плюс на самом деле. То есть есть специальные алгоритмы, такие генеративные модели, которые только этим занимаются. Которые обучаются на признаках и заполняют вам ваши пропущенные значения. Дальше. Она позволяет вам находить выбросы просто в данных. То есть если вы моделируете вот эту штуку, она вам говорит о том, что где вероятность мала, где велика. То есть вы уже можете понимать, какие объекты типовые, какие выбросы, какие стоит отбросить. Ну и плюс это, как вы сказали, генерирует новые объекты. То есть вы просто можете, как я говорил раньше, просимплировать. То есть у вас есть распределение, вы можете, условно говоря, сгенерировать оттуда картинку, условно говоря, подбросить нечестную монетку и получить новый объект. Получить как бы нового человека, условно говоря, который отдастся на открыт. Получить новую картину Пикассо. Понимаете, да? То есть вы тут уже можете делать страшные вещи совершенно. Как вы думаете, зачем это надо? Зачем, в принципе, кому-то понадобилось сгенерировать объекты? Вы уже сказали, да, что можно обучать модели. Да, да, ну да, хорошо. Ну, во-первых, это весело. Да. Я вам рекомендую сейчас открыть этот медиум, пока я буду сейчас раскрывать какие-то эти штуки, и посмотреть там, пролистать весь код. Давайте я с вами открою, чтобы вам не было так грустно. Тут много кода, там нейронки, короче, потом узнаете как бы. Самое прикольное — это картинки. Вот смотрите, вот это как бы плохие модели генеративные, да? Они вам генетуют лица людей, которых еще как бы… Ну, понимаете, что это не настоящие люди, как бы их сгенерировала моделька. Это нейронные сети там, это вы все узнаете. Но как бы прикол в том, что сейчас как бы очень спокойно делаются вот такие картинки. То есть очень спокойно в 2012 году можно сделать людей… Ну, видите, да, вот здесь видно, что там какие-то дефекты, конечно, есть. Но, скорее всего, фотографии… Ну, вы можете излить фотографии людей реальных от того, чтобы сгенерировали машинами. Тут, кстати, очень много таких приколевов было в интернете. Вы можете слышать, там, такие, там, нейронная оборона, там, где обучали, значит, там, нейронную сеть, который, там, придумал песни Егора Летова, там. Что там еще было? Ну, вы не слышали? Я просто рассказывал, какие-то страшные баяны. Там, ну, понятно, Пушкина там генерирует, все что угодно. Ну, поэтому музыку писали, да. То есть просто обучалась генеративная модель, условно говоря, прослушиваясь, там, песни Летова, строилась на функции, там, PAPIX, а потом из нее генерируешь сэмплы. Ну, и получалось, как бы, новая песня, как бы Летова. На самом деле, машины. Окей. Вот это… Ну, я еще показал, this person does not exist. Вы просто тыгли туда, и там придется человек, которого, как бы, не существует. Ну, does not exist, собственно. Можете тоже поиграться. Второе – это получить объекты с нужными свойствами. Да? Что значит с нужными свойствами? Представьте, что вы, условно говоря, работаете над какой-нибудь там страшной болезнью. И вы хотите получить какие-то молекулы, которые будут обладать нужными свойствами. То есть вы уже знаете, какие молекулы работают против нее. Вы хотите стать новую молекулу, которой раньше не было. Такую, чтобы она помогла. Вы можете обучить генеративную модель на данных молекул, которые помогали с этой болезнью. И потом из этого распределения обучить, как бы, ацемплировать новые объекты, да. Таким образом, сейчас уже реально генерятся молекулы, которые на клинических спинамях показывают, как бы, улучшения. Новые молекулы, которые раньше не были известны, которые позволяют бороться с неким типом болезней. Это такой один из таких примеров машинобучения в медицине. Можно вопрос. Да. Эти новые молекулы состоят из кусочков уже известно. А вот что является этим кусочком? Ну, человек, бог его знает. Вот именно детали я вообще не знаю. То есть, ну, скорее всего, или другие, как бы, молекулы куски, да? Ну, или прямо из атомов, я не знаю. Ну, вот, если у вас, короче, химики, вы не займитесь, пожалуйста. Я не понимаю ничего. Я знаю, молекулы, атомы, протоны, там, нейтроны. Что там еще было? Кварки. Ну, вот. Дальше. Ну, как вы сказали, да. Для просто другой модели. Да? То есть, просто, ну, для того, чтобы обучать другие модели. И просто для откладки модели. Откладка что значит? Что вы можете, например, взять класс мужчин, которые не отдали кредит, и сгенерировать с него объекты, которые модели считают более вероятными. То есть, вы посмотрите, какие, как бы, объекты, по мнению модели, наиболее, так сказать, представительны в этом классе. Чтобы лучше это проанализировать. Коллеги, понятно, да? На минуту. Вы можете так лучше, как бы, понимать, на что модели обращают внимание. Вы можете посмотреть на те объекты. Окей. Ну, давайте сделаем краткое резюме первой части. Во-первых, мы понимаем, что вероятность моделирования позволяет лучше узнавать о моделях. Мы поняли, что мы должны работать со средним риском. Так как мы не знаем совместное восприятие, мы считаем просто эмпирически. Да? Ну, и оценим плотность, о которой мы будем говорить дальше. Итак, оптимальный байз-классификатор, это тот, который обращает класс по максимуму вероятности P от Y к условию X. Это такой, так называемый, мап-классификатор, максимум, а после его пропорбейти. Ну, и также мы говорили, да, что бывают дискоративные и генеративные модели. Обсудили плюсы и минусы, и обсудили, какие как бы есть представители каждого класса. Окей. Давайте теперь вопросы по первой части, потому что дальше будет сложнее. А это написано в скверле? Что именно написано в скверле? Ну, вот. Вы хотите людей погенерировать, да? Ну, да. Нет. Ну, скорее всего, нет. Смотрите, это очень специфическая задача. То есть это как бы в этом, это как бы часть развлекухи. Такой большой, общественный. Ну, понятно, что есть как бы специальные приплиотеки для нейроновых сетей, и там как бы все, есть туториалы, там, пожалуйста. Можете погуглить дома в вариационный автокодировщик. Это как раз байская модель, которая это генерирует. Или ганы, можете погуглить. Про лица можно вопрос? Там есть, например, глаз на новой фотографии. Вот этот глаз уже где-то был на… Мы сейчас выходим на скользкую дорожку. Там могут ли машины генерировать новую музыку, там могут ли они, кстати, другие глаза. Смотрите, это просто совместное распределение. То есть, типа, смотрите, у вас есть вероятность каждого пикселя, ну, вероятность покрайства такой цвет, там, в черный, в зеленый. А вот там, например, метка, и все. То есть, фраза «был ли ты этот глаз?» Он для меня довольно странный, я обойду этот вопрос, я не знаю, был ли этот глаз. Я мышц с этой высоты. Мне наплевать, было ли он или нет. Как бы, если пофилософствовать, может ли машина написать мелодию, обязательно пофилософствовать, но потом. У нас на них хватит лекции. Коллеги, есть вопросы еще? Да, естественно. Ну, пэпикс полная. Да, 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 welcome, да, welcome. С приятным решением. Окей, дальше. Теперь мы обсудим, как, собственно, восстановить плотность, чтобы построить оптимальный байз-классификатор. И обсудим так называемый алгоритм, простейший, который, несмотря на то, что он называется наивный, то есть у нас какое-то уже странное чувство, когда алгоритм называется наивный, да, что-то такое неприятное, но все равно в некоторых задачах он хорошо работает. Итак, мы с вами узнали, что оптимальный байз-классификатор – это вот это. Классификатор, который ставит по принципу максимальной авастерной вероятности. Понятно, не знаем аналитически, делаем оценку. Давайте еще раз я на словах проговорю, что мы хотим сделать. Значит, насколько вероятно, что целевая переменная равна такому-то классу при условии, что этот объект имеет такой вектор весов. Да? Вот это мы хотим почитать. И такую вероятность считаем по обучающей выборке, очевидно, да. У нас есть как бы мужчины, кто отдали кредит, мы хотим почитать вот эту вероятность. Итак, вот удобно ли еще напрямую? Как бы вы напрямую оценили по обучающей выборке? Вот так вот. Вам нужно, условно говоря, понять, насколько вероятно, что вот этот мужчина отдаст кредит? Как бы вы это сделали в лоб? Так. Погодите, сейчас вам надо фичи еще воспользоваться. При данных фичах. Найти ближайший. Вот, вот смотрите. Вот хорошая идея. Мы, короче, как бы, в условном говоря, делим мужчин на куски, какие-то кластера, да, ну, там, делим мужчин на какие-то кластера, ну, там, мужчин, женщин, людей. И потом для каждого кластера считаем, сколько там у, сколько там единичек, сколько ноликов. Да? Ну, делим, как бы, сколько единичек на размер такого кластера и так далее. Это понятно, да? То есть мы просто в лоб, условно говоря, обуславливаемся на иксы, находим какую-то группу похожих иксов, и считаем, сколько из них единичек, сколько ноликов. Можно сделать? Вроде несложно. Но, правда, в том, что вам нужно как-то вот взять кластера, вот все неприятно. То есть как бы непонятно как-то делать, как вот понять, что это похоже на этого. Очень неприятно, на самом деле. Это вот всякие KNN-ы вылезут. Это делать не очень хочется. Но, но, если в лоб не получается, можно использовать... Да, да, терембайса. Вот это в лоб не очень хорошо считается. Но переписываем вот так вот, потерембайса. И смотрите, что у нас есть. Во-первых, мы хотим считать arg-максимум, поэтому это нам вообще не надо. Этого нет. Оно от y-ка не зависит. Px, это по y-ку. Остается только вот это. Давайте подумаем, как это можно оценить. Вот, во-первых, вот эта штука, это апплёрная вероятность класса. То есть насколько вероятен, что этот человек отдаст кредит, если мы вообще про него ничего не знаем. Ну, вы уже в голове понимаете, как это оценить. Потом у нас будет целый слайд про это. Вот эта штука что такое? Likelihood. Это насколько вероятно, что этот объект имеет вектор весов x, при условии, что целевая примерно такая-то. То есть насколько вероятно, можно увидеть такого человека в классе отдавших кредит. Вот это уже можно посчитать, потому что вы можете разбить сразу на две выборки. Те, кто отдали кредит, те, кто не отдали кредит, и отследить просто P от x, y. Это понятно. То есть здесь вам обуславливается намного проще, потому что то, что стоит как бы после черточки, оно один или нолик. Мы всегда можем сказать, рассматриваем единички, рассматриваем нолики, а здесь какой-то огромный вектор весов. Чертова знает, как бы, как с ними работать. Почему здесь мастеризация не нужна? Мы же вряд ли встретим конкретный вектор весов, для которого мы хотим считать вероятность. Еще раз, вы про какую форму что хотите оценить? Вы сказали, что x при условии y считать проще. Да. Почему? Потому что здесь вы можете просто посчитать отдельно для y к 0 1 и y к 0 0. А это уже просто обычная плотативная вероятность. У вас будет просто обычная задача оценки плотативной вероятности просто для двух разных выборок. Окей? Здесь никаких кластеров, ничего не надо. Благодаря формуле Байса мы элегантно посчитаем это через это. Окей. Теперь простой вопрос. Как посчитать p от y? Вот это просто вы должны мастер знать. Вот с какой вероятностью человек мне отдаст кредит, если я вообще ничего не знаю? Посчитайте, сколько от этого. Это как вы говорите про дракона, типа будет он или нет. Можно ваш вариант? Посчитайте, сколько от этого. Вот. Вы гений. Смотрите. Это и нужно сделать. Если вы не знаете ничего про человека, просто посчитайте сколько вам дало кредит, сколько не дало кредит. Окей? Ну вот. Это просто априорная вероятность. С какой вероятностью? Ну, я вообще вам рассказал. доля объектов из выборки, которые имеет этот класс. То есть, если у нас, сколько говоря, 99% людей, такие все порядочные люди, отдали кредит, скорее всего, этот новый человек с 99% вероятностью тоже вот даст. Да? если мы про него ничего не знаем. Поэтому, если какой-то там опасный человек, то, скорее всего, он не даст. Но вот так базово на глазок это ок. Просто доля объектов из выборки. Окей. Идем дальше. Дальше мы хотим оценить вот эту штуку. А, нет. Сначала про смысл. Про смысл формы байз-классификатора. Смотрите. Вот это мы сказали. Это, по сути, насколько этот класс популярен. То есть, понимаете, что, типа, если у вас из 199 этого класса, он очень популярен. А вот это, насколько объект из х похож на объект из класса у. Посмотрите просто. Верность того, что вы увидите х в условии у. Насколько х похож на то, что обычно бывает в у. Просто так сказать, по смыслу. Вопрос. Вот по смыслу зачем нам вообще этот у? Ну, возьмем мы вот по этой штуке и все. Ну, вот по идее, как бы, это почти то, что нам надо. Вот насколько данный человек похож на то, что мы видели раньше в выборке. То есть, понятно, что вы сказали, по формуле так получается. Ну, как бы, нужно чувствовать формулу. То есть, почему без этого будет плохо? Вот, вот. Видите, вы прям прочувствовали формулу. Вот если он очень-очень похож, сейчас у меня было слайд. Вот, про зебру. Вот. Почему есть зебра вообще? Сейчас я раскрою, почему есть зебра. То есть, смотрите, если объект очень-очень похож на обычный объект из класса Y, ну, такого класса просто один на триллион. Ну, вот, ну, не бывает такого. Случай, который просто уникальный. Да? Понимаете проблему? Тогда, наверное, не стоит говорить о том классе. Потому что этого класса просто не бывает в природе. Его очень мало. Это такой, такая, по-моему, шутка, что ли, из сериала «Клиника». Вот я очень люблю. Сейчас смотрю. Вот, смотри, там что-то доктор Кокс объяснял, значит, своему Падавану, как правило, что не нужно, короче, диагностировать сложные болезни. Вот, типа, если ты слышишь стук копыт, представляй себе лошадку, а не зебру. То есть, если вы, как бы, слышите ваш стук копыт X, и он очень похож на зебру, все равно это лошадка. Просто другая лошадка на самом деле. Чтобы вы эту лошадку раньше не видели. Потому что у вас зебра один на миллион. То есть, скорее всего, это не зебра, а лошадка. Окей. Значит, по смыслу разобрались. И вот смотрите, вот, вот эта по смыслу штука, она, очевидно, уменьшает переобучение, потому что она закладывает на вас какие-то априорные знания о том, как устроено мироздание. Что зебр тупо меньше, чем лошадок. Это по своему роду регуляризация. Она позволяет вам уменьшить переобучение. Потому что вот эту штуку вы можете легко подогнаться, а вот это уже сложнее. То есть, я вам дальше расскажу по смыслу, почему это регуляризация, но пока вот, понимаете, на этом уровне. Она позволяет вам сильно не увидеть, как бы, зебру. Она позволяет вам подталкивать, что все-таки этого класса очень-очень мало. Коллеги, это понятно? Отлично. Давайте разберем, что будет дальше. Наша задача. P от Y умеем. Осталось вот это. В мире существует три способа воздавления плотности. Сегодня будет два, третий будет на самой сложной лекции, которую тоже будет вести я. Итак, значит, не параметрический. По смыслу. Давайте так, так сказать, понятийное. мы просто смотрим окрестность этой точки и смотрим, много там объектов или мало. Окрестность с точки зрения метрического окрестности. Вот если мы смотрим, что там, берем класс отдавших кредит и окрестность там какой-то объекта там, такого человека. И если там вот очень-очень много людей, которые отдали кредит, скорее всего, очень большая вероятность. А если там никого нет, ну, значит, очень маленькая. Это не параметрически. То есть, просто смотрим, сколько объектов попадает в окрестности. Параметрический. Это мы предполагаем, что наше распределение P от X Y плюс лови Y принадлежит какому-то параметрическому классу. Ну, например, нормальному. И дальше мы настраиваем параметры этого распределения. В случае для нормального, как вы знаете, это, собственно, mu и sigma квадрат, то есть средняя дисперсия. Ну и все, собственно. То есть, берем параметрическое распределение, настраиваем по обучающей выборке его параметры. Возможно, вы даже знаете, какие методы мы настраиваем. И третье, это смесь распределений. Когда у вас ваше P от X плюс лови Y не одно распределение, а какая-то сумма нескольких. И вот тогда уже вот так нельзя, поэтому придется на это уделять отдельную часть лекции. И это будет потом. То есть, сегодня будет первое и второе. Ну, точки в дельт, ну, в шаре, там, размера дельт. Как хотите? Сколько, ну, кстати, нет, X-ы. То есть, сколько, в принципе, X-ов есть в этом шаре таких. То есть, если у нас есть как бы шар, где ничего нет, скорее всего, наверное, встретите, объект мал. Нет, вы уже заранее взяли класс 1. Вы оценивали. Взяли класс 1, посмотрели, много ли в окрестностях X-а объектов из этого класса. Окей. Коллеги, все нормально, мы не устали. Я устал. Ну, ладно. Итак, понятно, да? Дальше мы будем для простоты считать один признак. Один признак, потому что так просто проще как бы визуально понимать это. Ну, понятно, что в будущем мы обобщим это на множество признаков, потому что у нас обычно множество признаков. Да? Значит, основную идею я вам сказал. Основная идея. Смотрим, сколько объектов на обучающей выборке, потому что другого у нас нет, принимает такое значение X или близкое, ну, в окрестностях, для такого класса. Окей? Let's go. Ну вот. Если признак категориальный, а мы считаем, что один признак, один, то, пожалуйста, P от X, Y доля объектов. Да? Ну, очевидно, не очень сложно. Позже, короче, признак там, не знаю, есть ли у человека образование или нет. Вот у людей, которые отдали кредит у 100 был, у одного не было. Значит, P от X при условии Y, где X отдал кредит, это 1,101, и, а если X равно 1, то есть у нее есть образование, это 100,101. Правильно, да? То есть, если у вас признак категориальный, вы всегда можете просто посмотреть гистограмму для этого класса, посмотреть, сколько принимает значение 1, сколько значение 2 и так далее, и просто оценить, как, типа, длинует высоту этого столбика на все остальные столбики. Так, это понятно? То есть мы сюда можем не параметрически, просто по гистограмме, если признак категориальный, построить ее и почитать эту вероятность. Коллеги, это фундаментальный пункт гистограммы. У вас есть в этом вопросы? Окей. Если у вас нет вопроса, значит, вы вискарзик, что делать с вещественным признаком? Вот если у вас не дискретное число значений, мы не можем посмотреть гистограмму, мы не можем оценить, сколько объектов таких есть. Вот, видите, вы прям корень, да, взгляните в корень. Ну, никто не шаг, не просто, так сказать, меняется, диск к слоям слов есть? Да, вот вы знаете слово. Чтобы побить по отрезкам, как бы, так сказать, типа, эта величина от 0.5 до 0.6, от 0.6 до 0.7, построить такую же гистограмму и все. Легко. Ну вот, я это написал. С помощью окна ширины h, там 0.01, вы бьете ваш вещественный признак на бины, дискретизуете, вот, а потом просто в этих бинах считаете, сколько таких объектов есть. это понятно? Друзья, отлично. Вопрос, что здесь мне не нравится? Вот вроде как бы топ-план, потому что очень простой, но мне кое-что не нравится вот здесь. То есть, я таким образом восстановлю плотность p от x при условии y, но какая она будет? она будет в любом случае приблизительная, но отдельно, какая она? Что вы можете сказать, как она будет выглядеть? Да, она будет выглядеть столбиками. То есть, типа 0.5, 0.6, такой столбик, 0.7, 0.8, такой столбик и так далее. Иногда, в некоторых задачах, это не очень приятно, когда вы знаете, столбиками, то есть, у вас не дифференцируемая она, конечно, понеслось там, проблемы на границах, там, чувствуете проблему, ну, как бы, не очень сложно. Что мы делаем? Вот было так раньше, я просто написал гистограмму формулками, не бойтесь, как бы, просто гистограмму формулками, просто доля объектов из обучающей выборки, которые лежат рядом с x в интервале h, ну, в полосе h, ну, ну, паромировал, чтобы была, суммировал соединичку. Вот тут как бы, это просто гистограмма, не бойтесь ее. Доля объектов в окне h. Ну, и понятно, что я могу, брать не жесткую долю, а просто, как делаю в метке ближайших соседа, какую-то функцию от разности, x минус x и это, да, то есть без проблем, то есть я беру не окно жесткое, а как бы беру вес, насколько x близок к x-итому и усредняю их, ну, понятно, что из класса y, естественно. Это как бы мягкая гистограмма, то есть я взвешенно суммирую все объекты с весами того, насколько он удален от тестового. Сейчас я оценю плотно здесь, я оценю вот так. Коллеги, понятно? Такая мягкая гистограмма. То есть таким образом она будет гладкая, потому что здесь у вас понятное дело, что у вас она будет с столбиками, а здесь нет, потому что у вас как бы вес просто. Ну, k это какая-то четная нормированная функция, которая, естественно, ну, правильно, образно нормирована. Вот, например, гауссовское ядро, ну, просто типа 1 минус 1,2 r квадрате. Ну, r это вот эта штука. Креки, понятно? Так называемая kde, kernel dense estimation. Будете общаться с клерном, увидите. kde. Эта штука позволяет вам делать гладкие оценки на плотность. Окей? Друзья, отлично. Ну, вот пример. Это, собственно, гаусское kde, а это ширина окна, вот этого h, который есть. Видите? Вот если ширина окна большая, вот так выглядят иксы, вот так выглядят, ну, типа объекты. У вас только в центре их много, по краям маловато, ну, видите, что-то маловато, маловато, вообще никого нет, а есть прям много-много-много. Вот видите, если у вас k, ну, h, h маленькая очень, то есть это ширина окна, то у вас, как бы, вот очень такие, ну, как бы сказать, пикобразная функция. То же самое вы видели в методе ближайшего соседа. Когда у вас ширина маленькая, у вас, как бы, алгоритм очень сильно перебучается на эти такие локальные сгустки. А когда ширина большая, ширина окна, то у вас ширина более плавно идет. Она, как бы, меньше перебучается на такое локальное скопление. Вот это такой пример параметричка восстановления полностью. Вот ваши объекты, а вот восстановление с помощью гаусского окна. По-моему, гаусского, не помню. На самом деле, вот если говорить откровенно, выбор окна ни на что не влияет, кроме функции, которая получится. Какое окно, там не очень важно. Ширина влияет, собственно, на то, как, как бы, сильно вы будете подгоняться под локальный оптимум. Ну и все, собственно. То есть окно, любое окно работает примерно одинаково. Коллеги, есть вопрос? Это, конечно, просто KNN, на самом деле. Вот это абсолютно то же самое. Коллеги? Друзья? Почему все эти функции? Потому что там, собственно, объекты, ну, здесь коплены объекты. Там дофига объектов, да, собственно. Это объекты, какого-то одного класса. Ну, это вообще просто, это просто, в принципе, для КДЕ. Это как бы не премель. Вы считаете, что для нового класса, да? Это картинка, взятая просто из Википедии. Друзья? Окей. Что у нас по времени? Ох, еще вагон времени. Ну, вот, тоже пример. Вот это будет, собственно, гистограмма с ступеньками. Видите, у вас полтосень, вот здесь полтосень такая, здесь такая, здесь такая, здесь вообще ноль. Вот здесь нет объектов, у вас полтосень нулевая просто. Видите, она идет ступеньками, она не гладкая. Ну, а здесь, собственно, помпгаусский, какого-то. Так очень гладенько получается. С большим окном. Ну, вот. Теперь, собственно, вопрос. Можно ли так многомерно? Ну, конечно, да. Вообще, без проблем. Берете, как бы, было так, где была просто разность, берете метрику ро. Все, ничего не поменялось. То есть, типа, насколько наши объекты близки не по модулю, а по нашему, там, многомерному метрическому пространству, Минковского, там, что хотите. Вообще, без проблем. Внимание, вопрос. Кажется, что все, мы решили задачу, вот, в многомерном, пожалуйста, берешь любую ро, считаешь, там, сколько там объектов лежит рядом с иксом, и вперед. Ну, в чем проблема с многомерным пространством? Ну, да, да, да. Что мы сказали? Другой вариант есть. Короче, проблема в том, что из-за проклятия размерности все объекты будут очень далеко друг от друга. Мы помним, что нужное, чтобы многомерно заполнить пространство, вам нужно экспоненциально растить число объектов, как растет число измерений. Поэтому в многомерных пространствах, как мы говорили на лекции по ЭКНН, у вас просто все объекты будут очень далеко друг от друга. Эта оценка будет довольно бессмысленной, у вас везде ро будут большие. То есть из-за проклятия размерности применять такой подход в многомерных пространствах очень тяжело. Если у вас, конечно, не терабайта данных, тогда, пожалуйста, welcome. окей? Понятно, да? Вопрос. А можно ли как-то по-другому оценить многомерную плотность? Вот по одномерной можно ли? Ну, слово мне не очень понятно. Ну, типа, более конкретнее. У вас есть плотность на многое, если вы хотите восстановить плотность на многое измерений, через плотность на каждое из них, вот как это можно сделать? Не точно. Еще раз? А, ну, окей, но это будет работать, скорее всего, плохо. Смотрите, это, может быть, работать хорошо. В принципе, ок. Я сейчас говорю немножко другое. Вот смотрите. Вот поэтому у нас есть вектор признаков, да, многомерное распределение. Вот есть такая проблема, проклятие размерности, мы с вами о нем говорили. И вот смотрите, если у вас признаки условно независимы, то есть, типа, если известен класс Y, то они независимы, да, то есть, если известно, что этот человек из класса, там, отдавший кредит, то вы можете это плотать через произведение, да, то есть, это по формуле независимости двух случайных причин, ну, N, да, то вы можете просто это оценить через произведение этих. Понятно? То есть, вы можете просто сказать, что, ага, там фича его образования и фича, там, не знаю, пол его независимы. Скорее всего, так и есть. Но понятно, что фичи, типа, его достаток и его, там, должность, они независимы. То есть, для некоторых задач это определение даже бывает разумным в некоторых случаях. Понятно, что в случае, там, должность и зарплата, оно неразумное. То есть, у вас, типа, большая зарплата, скорее всего, большая должность. Ну, и наоборот. Но в некоторых задачах эта штука работает и реально показывает, как бы, хорошие результаты. Да, да, то есть, вы прям, зрите в корень, мы просто берем, восстанавливаем плотность отдельно для каждого признака, а тупо все перемножаем. И говорим, что это плотность для всего объекта. Как вам план? Хороший план, да. Коллеги, есть вопросы по этому? Это называется предположение наивного байса. Кстати, забыл сказать. Предположение наивного байса. Окей. Как думаете, что в параде стоит в этом? Смотрите, я понял, я понял ваш вопрос. Смотрите, есть, во-первых, критерии независимости, ну, статокритерии, и второе, есть здравый смысл. Я вам рекомендую вас пользоваться, так сказать, этими обоими инструментами. Сначала здравый смысл, то есть если вы узнаете, что зарплата зависит от должности, все, как бы, конец. А потом уже есть статокритерии на независимость. Ну, там всякие, я уже не понимаю, как они называются, но они точно есть. Окей. Так. Итак, мы с вами разобрали вот эту большую часть про непарометрический подход. Просто строим гистограммки, а если нас не устраивает степень гладкости, берем с весами, и все. А веса будут гладкими. Теперь переходим к парометрическому. Итак, опять-таки, то же самое все. Как бы, задача не поменялась, просто мы хотим параметрически оценить уже. Еще раз, что такое параметрически? Предположим, что наш вот этот P от x плюс лови y лежит в каком-то параметрическом семействе. Ну, например, в нормальном. Да? То есть мы считаем, что есть какие-то параметр тета, который определяет вот эту функцию, которую мы хотим настроить. Ну, естественно, будем настраивать методом максимума прототопия. Ну, я вот сказал уже, какие параметры есть у нормального распределения, одномерного. Это среднее, mu, и дисперсия sigma квадрат. То есть мы, зная mu и зная sigma квадрат, можем в любой точке посчитать полутость вероятности. Вот так. Вот наше нормальное распределение. Welcome. Ну, типа, это типа std для каждого класса. Я просто пометил y, что мы отдельно устанавливаем mu для класса 1, отдельно mu для класса 0. Ну, вот так выглядит нормально. То есть, типа, среднее, это насколько колокол сдвинут, а дисперсия, насколько как бы он широк. То есть он как бы узкий колокол, это дисперсия 0.2, синенький, а широкий, это дисперсия красная, это 1. То есть, как бы, чем меньше дисперсия, тем более узок наш колокол и в точке, как бы, в пределе оно как бы такую дельтафункцию вырождается. Пожалуйста, дисперсия 30 к 0. На месте вы помните, вот, я так немножко вам напомнил про нормальное распределение. И вот, давайте с вами из курса статистики напомним, что же такое метод максимального продуктовия. Наверняка все помнят, помнят. Но, я такой придумал дурацкий пример. Значит, вы, как оценить, какие параметры в вашем распределении. Вам нужно понять, вам нужно выбрать те параметры, при котором максимально продуктовоподобно наблюдать то, что вы увидели. Какой идиотский пример, который я придумал, значит, вы выходите из дома и видите, как бы, лужи. Количество луж, которые есть у вас во дворе. И вы говорите, что число луж, оно описано с какой-то переменной параметром тетта, который вы можете понимать, три значения. Во-первых, ничего не было, обычный день, поливали двор, вашей, сейчас, поливалкой, и был дождь. А вы, это ваш параметр, а вы видите выборку. То есть, он выбирает лужи. И вы видите так, лужи есть там, где поливалка бы не прошла. И луж очень много. Скорее всего, дождь. Это понятный пример, или он слишком идиотский, чтобы вы поняли. То есть, у вас есть параметр тетта, который понимает три значения, вы видите выборку луж, и вы понимаете, чему он равен из того, что максимально вероятно увидеть такие лужи только когда был дождь. Остальные вообще не матчатся. Не может быть поливалка, потому что там лужи в тех местах, где она не ездит, и там много луж, поэтому там не могло не быть дождя. Понятно? Отличный пример, да, я знаю. Это талант. Ну вот. Я даже ответ написал. Ну вот. Как теперь это сделать математически? Просто я помню, у вас был отзыв, что человек сказал, типа, что вот не пишет ответ на вопрос. Вот я тебе для каждого вопроса педантично написал правильный ответ. Был дождь. Итак. Как это сделать максимально точно? Что такое функция правоподобия? Еще раз. Это вероятность пронублять вашу выборку, что вы увидите, что вам пришло как бы изменить, при условии параметров. Если ваша выборка одинаково распределенная, независимая, вы можете просто все ваши объекты перемножить. Понимаете, да? Потому что эта штука, это... Причем, запомните, под х большое я в этой лекции буду понимать всю выборку. И х, и у, что хотите. Вот это все ваша выборка без разделения на х, и у, то, что вы наблюдаете. В данном случае это просто лужи. И так мы считаем, что лужи все независимые, мы перемножаем их. Отлично. Ну и понятно, что я хочу взять сумму. Я хочу взять сумму, а не произведение. Так как логарифм, эта штука монотонная, ну, конечно, я буду брать максимум, поэтому, так как функция логарифм монотонная, я могу использовать, поэтому максимум никогда не сдвинется. поэтому я превращаю произведение в такую сумочку. Да. В какой момент вы решили, чтобы все лужи познать, что сумму появились? В смысле, сейчас, это мои априорные, это модель, собственно. Вот когда вы выбираете себе тета, как бы семейство тета, вы выбираете себе модель. Вот в моем мире под крышей лужи, которые не за полевалки. в моем мире бывает и полевалки, полевалки не уходят в дождь, потому что они умные. Нафига поливать, если идет дождь. То есть, может быть, либо то, либо то, либо то. Это моя параметризация этой задачи. То есть, я как бы архитектор модели, я так выбрал. Я художник, я так вижу. Я ответил или нет? А как это формально называется? Ну, модул ассамшен, предположение модели. Вот я, еще раз, вы модели, описывайте ваш реальный мир. Выборка условлена словно одним значением параметров. Да, да. Это параметризация модели. Я не знаю. У нас предположение, что параметрическое семейство, и оно описывается типа параметра, но мы ищем какие-то параметры лучше. Ну да, типа того. Нет, может быть два параметра, если там вектор параметра может быть. Там, матрица параметров, как хотите называйте. Число параметров выбирает человек, который параметризует. Я параметризовал так, что у меня один параметр. Мог быть, что там типа там еще были какие-то люди, кто там, не знаю, воду разливали, я не знаю. Было два параметра. И они могли быть вместе. Я тут архитектор. Окей. Суммой проще работать, как правило, потому что просто мы будем брать производные, а понятно, что производные от суммы это как бы одно удовольствие. А где здесь максимум опостереверный вариант? Сейчас мы оцениваем лайклихуд. Лайклихуд на prior, а posterior. Prior мы оценили с помощью доли y. Теперь мы оцениваем лайклихуд. Это еще раз. Сложная лекция, да? Плохой преподаватель. Так, смотрите. Вот. Еще раз. Вот опостеревер. Лайклихуд, prior. Prior доли. Это я оцениваю. Не параметрический раз, оценил. Параметрический два оцениваю. Окей? Так. Идем дальше. Ну это функция, вот эта штука, это функция от тета. Это известно. Нет, тут вы хотите найти. Вы хотите аргмаксимум по тета этой штуке. Вот. Правильные параметры те, которые максимируют эту штуку. Вы берете аргмакс по тета от L от тета. Ну и пример. Давайте такой пример и перерыв будет. Пример. Значит, вы идете на пересдачу, значит, предаватель может поставить сколько угодно баллов. Вещественное число баллов вообще. 0, 1, 2, 3, сколько хотите. Вопрос. Как вам понять, кому идти? Еще раз, здесь условие того, что ваши знания и как это зависит. Вот есть злые преподаватели и добрые преподаватели. Вот как понять, какому идти преподавателю? Нет, у вас есть, допустим, есть N преподавателей, K преподавателей. Вот, 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 именно. Вы просто сидите на задней парте и ждете, пока они уже простоят оценочки. И когда вы видите людей, которые выходят там с двойками, тройками, вы такие, это плохо, а вот человек входит с деткой, это хорошо. Понимаете, да? Вам нужно преподавателя как-то описать параметром каким-то. И типа, у кого параметр будет как бы лучше, и к тому идти. Как понятно, да? То есть мы считаем, что ваши оценки это случайная величина, она напрямую зависит как бы от лояльности преподавателя, и мы хотим эту лояльность восстановить по тем оценкам, которые он проставил вашим коллегам. Окей? Окей. Ну вот, чуть-чуть потише, иначе я никогда не закончу. Смотрите, выборка баллы других студентов. Для кадра преподавателя мы посчитали, это как бы зафиксировали. Вот был такой человек, он проставил такие-то оценки моим друзьям, энкатам друзьям. Задача. То есть, зная вот эти штуки, оценить, насколько преподаватель лоялен. Во-первых, я накладываю какие-то предположения на эту выборку. Я накладываю, что, например, оно лежит из так называемого экспоненциального распределения. Да? То есть, типа, выглядит он, например, так, плохо видно, но вот такая штука. То есть, типа, очень много кому ставят там ноль баллов, и там очень мало кому много. Ну, такое предположение, что пересдача там, в принципе, всем ставят очень мало. Ну, понимаете, там злые, они уже заранее злые, как бы настроены, чтобы вы ничего не знаете. Поэтому здесь, как бы, оно здесь. Я создатель не брал нормальное распределение, потому что нормальное, но с минусом. Но у нас баллы только положительные могут быть. Давайте так. Взяли как предположение, что они ставят из экспоненциального распределения. И можно показать с помощью простых выкладок, что среднее ну, отожидание такой величины это просто 1 на лямбда. где лямбда это что-то. То есть, в чем наша цель? Мы хотим пойти к такому преподавателю, у которого это мы отожидание максимально. Чтобы средняя наша оценка, которая вам поставит, была максимально. Значит, нужно оценить просто лямбда. Понятно, да? То есть, наша задача по наблюдаемой выборке иксов оценить параметры лямбда, чтобы оценить среднее значение и пойти к тому, у кого оно максимально. И заткли. Вроде да. Ну, все, как бы, строим для каждого преподавателя отдельно функцию преподавателя. Отдельно, потому что, по-моему, это разные классы, как бы, вычитаем отдельных. Берем, значит, они все независимы, перемножаем, где p от x лямбда это такая штука. Это функция преподавателя через перемножение. Дальше берем логарифм вот этого, это становится суммой, ну, а дальше я просто подставляю элементарную математику. Да, там, логарифм от лямбда минус, экспонент уйдет, останется только лямбда и x. это не зависит от i, это просто n лог лямбда, ну, а это лямбда с суммой по x. Вот это вы сможете дома легко посмотреть, потому что тут очень простые выкладки. Дальше я хочу найти максимум вперед. Производная по лямбда, n на лямбда минус среднее. Дальше я необходимые условия максимума, пыры, лямбда, это такая штука. Ну, 1 на лямбда и там вот ожидание, это, соответственно, среднее на самом деле. Просто средние баллы, которые поставил этот человек. То есть в нашей примитивной модели вам нужно идти к такому предавателю, который в среднем поставил максимальные баллы. Неожиданно, правда. Коллеги, это понятно? Если да, то давайте сделаем небольшой перерыв на 10 минут. Окей, коллеги, возвращаемся к нашему восстановлению плотности. То есть мы нашли параметры лямбда к какому-нибудь предавателю, тем самым мы восстановили плотность, потому что больше других параметров здесь нет. Теперь, когда к нам приходит любой человек, точнее, когда мы знаем любого предавателя, мы всегда можем оценить вероятность того, поставить ему оценку. Ну, вероятность того, что он поставит такой x. Это 0 на e минус лямбда x. Понимаете, да? То есть, когда мы посчитали лямбда, все, мы короли этого распределения, знаем в нем все. Ну вот. А дальше, то есть если мы уже отходим от преподавателей и возвращаемся к нашей исходной задаче, мы решаем задачу классификации. Это мы так прометризовали наш likelihood. И теперь, когда нам нужно почитать оптимальное боевское правило, мы, собственно, умножаем вот эту штуку на p от y. Окей? Коллега, понятно, да? Мы выставили плотность вероятности с помощью того, что мы оценили параметры лямбда. для каждого класса k. А потом мы можем просто воспользоваться оптимальным боевским правилом. Ну, теперь я честно для вас, чтобы вы могли еще раз поупражняться, расписал вывод параметров нормального распределения. То есть если мы читаем, что наш x приходит с какого-то нормального распределения с какими-то mu и sigma, да? Туда его likelihood это такое произведение, где каждый из них нормальный. дальше взял логарифм, ну, расписал эту штуку через три члена и взял производную. То есть я сейчас не буду на этом подробно останавливаться, потому что выкладки все есть. Я это сделал для вас, потому что в контрольной там, в кавокуме будут такие задачки. Я буду рад, если вы с ней справитесь. То есть просто простая математика и с помощью нее вы находите параметры для нормального распределения, оптимальные. То есть ню это просто среднее по всем иксам, а сим-кварат это просто дисперсия. Ну и дальше аналогично. Вы знаете эти параметры, вы уже делаете оптимальный байкс-классификатор. Вы умножаете априорную венец класса на вот этот likelihood, но уже с правильными параметрами, которые уже посчитали. Коллеги, это понятно, да? Общий подход. Предполагаем, что наши иксы из какого-то параметрического распределения с помощью метода максимум проблогия. Находим эти параметры, а дальше засовываем эту формулу для оптимального байкс-классификатора. А как мы распределение угадываем? Ну, простой вариант, конечно, все нормально. То есть, у вас есть там центральная пределная теорема. Вы можете, как правило, для веществ может быть нормальная, а для категориальных ну, категориальная. Ну, такой базовый подход. Но дальше вам нужно будет уже более, как бы сказать, правильно исследовать вашу выборку. Если вы хотите более точной, есть специальные критерии на нормальность, для каждого распределения такие есть. То есть, вы или, опять-таки, используете свою интуицию, или используете какие-то критерии. Например, критерии на нормальность. Кто-то скажет, ну, как бы, нормальная ваша величина или нет. Окей. Дальше мы идем к другому примеру, к примеру, на монетку. Вот давайте мы попросим монетку. У нас, как бы, класс 1, ну, класс, класс, что орел, и класс 0, это решка. Хотим посчитать вероятность того, что монетка выдает орлом. Задача понятна? Монетка нечестная, есть какая-то вероятность орла-решка, орел это класс 1, вероятность класс 0, хотим попричать P и раз орла. Понятный вопрос? Как это сделать? Сумма всех Y нечестная. Да, ну, Потому что прошлая задача в... Так. Когда мы сказали, что путь наш... Ну, вот по методу максимально... Да, ну, какое распределение нужно брать? Экспозиционное, да? Нет, смотрите, почему экспозиционное? Специальное для вещественных переменных. У вас, как бы, она... А для категории это просто, ну да, опыты Бернулли. Да, да, это опыты Бернулли. Поэтому беноминально. Отличный ответ. Ну, беноминально или... Господи, ну, Бернулли, собственно, не знаю, как он называется. Окей. Ну вот. Вот ваш... Ну, я вместо Александра Y, выспросите меня, пожалуйста. Это тоже просто все Y. Взял произведение, где каждый из них, мы считаем, что они по распределению Бернулли, то есть с тета еничка с 1 минус тета нолик. Да? Распределение Бернулли, подбросили монетку, подбросили там, типа, много раз. Дальше, смотрите, дальше я попытался ее максимально, как бы, расписать, чтобы вам было понятен, как бы, зачем я все это делаю. Смотрите, я расписал вот просто через формулу, через произведение. То есть тета если Y равно 1 и 1 минус тета если Y равно 0. Вот это, это я писал, вот эту формулу, подставив вот такое определение. Да? Это понятно. То есть я возвращаю степень, то есть если степень единичная, то это тета, а если она нулевая, если класс нулевой, то только этот множитель, а это единица. Вот это я просто переписал, вот этот if в таком компактном виде. Коллеги, это понятно. Вот это, это вот это. Дальше я сказал, что очевидно, что если Y равен единице, то это то же самое, что Y. Ну и если Y равен нулю, то это то же самое, что 1 минус Y. Это просто тожество. Потому что, если Y равен единица, это единица, если Y равен нулю, это 0, это 0. То же самое и здесь. Я расписал likelihood вот в таком виде. Потом взял логарифм и вот что получил. Коллеги, понятно? Я здесь просто максимально детально расписал вот этот likelihood просто по шагам и получил такую штуку. Вот есть у вас здесь вопросы. Друзья. Окей. На что эта штука похожа? Вы это уже видели. Да, да, да. Это log loss. Log loss, собственно, это и есть минус likelihood, потому что likelihood мы максимизируем, а log loss минимизируем. это и есть likelihood распределение B0. Вот абсолютно он. Только в нем у нас как бы вероятность, которую мы делаем, вот это P. Здесь в логарифме P, да, она параметризована как бы линейным там сигмоидом. А здесь мы параметризовали просто числом. Мы считаем, что как бы наш класс, вероятность класса это просто число какое-то. 0,7 или 0,3 там. Понимаете, да? То есть в логарифме она параметризована линейным моделью по фичам, а здесь у вас просто какое-то одно число. Ну, а в реальность и там, и там вы как бы подбрасываете монетку. Итак, это же log loss, да? Оп. Взяли производную. Опять-таки, я не очень хочу остановиться на выкатах, потому что они все довольно подробные. Я уверен, что вы дома легко это восстановите. И получается, что тета оптимальный. Это как раз, как вы сказали, ну, просто среднее значение орлов. То есть типа подбросили там три раза монетку, два раза орел, то P, вероятность орла или вероятность класса 1, это 2,3. Ну, ну, а дальше, как мы любим, опять-таки, то есть для категориальных переменных, категориальных признаков мы можем использовать восприятие Бернули для оценки плотности. Да? И здесь мы видим такую явную параллель с лог-лоссом. На самом деле, лог-лосс, это оно и есть. Это и есть равноподобие для Бернули. Друзья, вопросы? Окей. Ну, и стартный вопрос. Можно ли так же для многомерного? Мы сейчас рассмотрим одномерные случаи. Ответ да, можно. Во-первых, пожалуйста, используйте многомерное распределение. Тут никакой проблемы нет. Есть многомерное нормальное распределение. Мы с вами о нем даже поговорим на следующих лекциях. Пожалуйста. Оно описывается множеством параметров. Настраивайте их также методом максимума правоподобия. Ну, или то же самое, что мы сделали раньше. Используйте предположение наивного байса и восстанавливайте отдельно каждый признак, да, а потом просто перемножайте. Коллеги, понятно? Друзья, окей, все. Вопрос. Будут ли какие-то проблемы с многомерностью? Вот там мы говорили, там, поклятие, размерность, расстояние, они информативные, все одинаково далеко. Вот тут, вот тут будут у нас проблемы с восстановлением многомерной плотности по принципу, по методу максимум правдоподобия. Какие? Понятно. Смотрите, проблема в том, что это тоже как бы не волшебная палочка, и у максимума есть какие-то критерии на сходимость. на то, что он сходится к кисточному значению. Вот дальше мы будем говорить об этом подробно, но сейчас просто поймите, что вам нужно, чтобы отношение объектов к параметрам, которые вы настраивали, было, стремилось к бесконечности. То есть, если вы описываете многомерными распределениями, у вас сейчас много параметров, и вам нужна большая выборка. Понимаете? То есть, вы не можете настроить как бы 10 измерений, имея 3 объекта. Десятимерную гаусиану имея 3 объекта. У вас метод максимума даст просто идиотские значения. Потому что для сходимости его требуется вот это условие. То есть, это как бы не волшебная палочка, здесь будет то же самое. То есть, как бы проклятие размеров, это общее проклятие для всех алгоритмов машинного обучения. Она просто по-разному проявляется. То есть, нет такого алгоритма, который бы вот любые размеры задавали, миллион, я все буду работать хорошо. В каком-то виде проблемы будут. А n, d, что означает? Ну, n, это сколько объектов есть в выборке, а d, это сколько параметров. Окей? Ну, дальше мы приходим к алгоритму наивной базы классификатора. Мы уже разбирали, просто я сейчас просто привел в общую как бы картинку. Да? Смотрите, вот что такое наивный базы классификатор? Это алгоритм, который действует по оптимальному базовому правилу использовать наивные базы как бы условия, как сказать. Что мы говорим, что у нас все признаки условно-независимые. Ну и все. То есть, мы подставили, получили вот такую штуку. Я просто подставил вот этот likelihood сюда, через произведение, и получил такое правило. Ну вот. Вот если дальше мы говорим про наивный баз, это вот такая штука. Эти штуки мы восстанавливаем как-нибудь, или параметрические, или не параметрические. Ну а это просто через частоту возникновения класса Y. логарифм. Посмотрите, дальше нам нужно будет перейти к логарифму. Как это значит, почему вообще логарифм нужен? Вот, тут написано, есть ответ, это, наверное, мое упущение. То есть, еще удобно делать логарифм, потому что здесь возникает произведение очень-очень многих чисел. И они у себя очень могут маленькими быть. Когда вы, например, ограничены машиной точностью, может быть так, что такое произведение будет просто иметь а, большую погрешность, а, б, просто уже стремится к нулю. Поэтому для этого логарифм принимает значение от минус-бесконечности, он более размазан. Поэтому, если мы возьмем логарифм, у нас станет не произведение, а сумма и сумма больших отрицательных чисел. Вот, с точки зрения машины, немного проще складывать отрицательные числа, чем умножать очень маленькие числа. Поэтому здесь переход алгоритма к логарифму еще оправдан как бы вычислительно. Это понятно? Вот, штука, которая делает так, называется наивным байз-классификатором. Оно восстанавливает все иксы по какому-то правилу, например, параметрически-непараметрически, и так подсказывает. Коллеги, понятно? Ну и давайте, пример, делаем, значит, классификатор спам-не спам. То есть, берем, значит, D бинарных признаков, значит, имеется, да, такое слово в письме. Имеется ли слово бесплатно в данном письме? Да? И дальше он настраиваем. Например, вот, параметрический или небараметрический. Ну вот, через гистограмму считаем, да? То есть, что такое X, житое в предусловии Y, это процент спамовских, да? Ну, или нормальных писем, если вы здесь используете класс 1 или 0, с таким словом. То есть, сколько слов из класса спам, ой, сколько писем со словом спам, ой, со словом бесплатный имеется в классе. Понятно, да? То есть, мы не параметрически восстановили такую плотность. Ну, а дальше просто читаем такое предсказание. Понятно, да? То есть, мы хотим отделить спам от неспама, сделали байское предположение наивное, о том, что все слова друг от друга независимы, ну, и оценили каждую лайклиху, каждой фичи просто через процент писем из класса с таким значением, с таким словом. Ну, и все. Теперь, знаете, вопрос, что будет, если мы на тесте возьмем какое-нибудь слово, которое вообще не было в классе спам? Вот слово, например, винегрет. Вот не было у нас в обучающей выборке ни одного спамовского письма с словом винегрет. Поэтому, вот у вас эта штука, это процент спамовских писем со словом винегрет. Ну, почему равно нулю? Смотрите, еще раз, слово винегрет не было в вашей выборке со словом спам. В классе спам не было. то получается, что эта штука ноль. Хорошо ли это? Вдруг это какой-то новый спам, ну, про винегрет, собственно. Что тогда делать? Получается, что мы будем просто глупо выдавать сюда нули. Ну, потому что здесь ноль, как бы, все, извините, у вас произведение, ну, нулей на что-либо будет ноль. Что же там делать? Как жить? Ну, есть какие-то идеи. Вот, да? Это называется сглаживание, да? То есть, для таких штук, когда у вас какие-то, могут быть редкие разные, как бы, слова, редкие значения категориальных признаков, используют, сглаживание, да? Вот, я сейчас написал обычную формулу, это типа доля класса спам со словом иверкижет, то есть, со словом, там, винегрет. То есть, взял все письма, у которых, спамовские письма, у которых есть винегрет, и поделил на число спамовых писем, да? Вот это, как бы, честное восстановление без какого сглаживания. То есть, если слово не встречалось, таких объектов просто нет, и это просто ноль, да? Вот это просто, как бы, гистограммка. А вот со сглаживанием будем считать, что есть какие-то фейковые наши документы, письма, да? Среди которых, как бы, эти слова встречались. Я говорю, что были такие фейковые альфа плюс бета документы, у которых альфа раз встречалось такое слово. Там, маленькая альфа, как вы сказали, типа, ну, два там, ну, было вот два документа, у которых слово встретилось. Оно не сильно, как бы, вам испортит, да? оценку каких-то других слов, но он сильно поможет для слов, которых вы ни разу не видели. Как это понятно? Мы предполагаем, что есть какие-то фейковые спаумские документы, и у них среди а плюс б документов а раз встречалось слово винегрет. Ну, и все, это не ноль, как бы, привет. Мы спасены. Мы немножко попортили качество, да, на трене, потому что, ну, не было таких документов, на самом деле, как мы придумали. Зато мы спасли себя на тесте, потому что не будет нулей. Вот, смотрите, поможет ли это вообще, в принципе, если таких, вот, представьте, что таких слов не бывает, да, что у нас все слова встречались. То есть, поможет ли нам сглаживание при условии, что все слова встречались? Нет, не будет такого, что у нас всегда нули. То есть, в принципе, нужно ли сглаживание на счет другого? Как вы думаете? Или оно нужно только для того, чтобы не было нулей? Да, да, есть регуляция. То есть, вы еще раз, вот вы таким образом не даете сильно подогнаться под обучающую выборку. Ваши параметры альфа и альфа плюс бета, они вам немножко удаляются от того, что вы видите. Да? Смотрите, еще раз. У вас, опять-таки, исходные задачи, да, в основном по конечной выборке. Вы сразу попадаете в задачу переобучения и сглаживание это просто такой способ борьбы с переобучением. То есть, понимаете, да? То есть, если вы заранее говорите, что вот я точно уверен, что слово серо-бурмалиновое будет, там, среди 100 документов будет хотя бы один раз слово серо-бурмалиновое, вы уже как бы не даете модели сильно подогнаться под обучающую выборку. Коллеги, понятно? то есть, это просто такой же способ борьбы с переобучением, это по сути есть регулизация. Окей, как находить альфа и бета? еще раз. Да, да, на трейнг нельзя подбирать, потому что лучший ответ на трейнг это ноль. То есть, на трейнг лучше всего альфа и бета не брать, потому что на трейнг нету, нету ни одного письма спаунского со словом там винегрет. Поэтому лучше сказать он ноль просто. но на тесте оно поможет. Это опять-таки очередной пример структурных параметров, которые нельзя подбирать на трейнг. Потому что их оптимальное значение это ноль. Только на валидации. Окей. Ну все. Теперь все воедино с хлоповым. Чтобы вообще каши не было у вас, смотрите, как еще раз делать такие байские классификаторы основанные на оценке плотности. Шаг один. Взяли обучающую выборку. Разбили на н классов. Для каждого класса оценили p от y априорную вероятность увидеть этот класс просто через долю объектов обучающих выборки такого класса. Три. Решили морально-волевым решением как считать likelihood p от x при условии y. Можно а. Небараметрически через гистограммы, параметрически через метод максимума правоподобия или дополнительно можно собственно в лоб многомерно или используя предположение условной независимости. То есть у нас такие четыре варианта есть. Выбрали какой-то из вариантов. На самом деле на практике не очень важно какой вы выберете. Вот просто такой все то же самое как я говорил с окном. То есть не очень важно какую функцию k подберете варушет ее как бы свойства чтобы она была гладкой. Так и здесь. То есть на качество сильно это не повлияет. Дальше мы посчитали x плюс y одним из этих методов и доножили на p от y для каждого класса. А потом взяли arg максимум по всем классам. Окей? Просто по пунктикам я написал и каждый пунктик мы с вами отдельно проговорили. Вот есть ли у вас вопросы по общему алгоритму. Как делать оптимальную bias классификацию? У вас очень обреченный вид. Друзья. Да, понял. Слушайте, потом напишите возле типа там лектор отстой ничего не понял. Я же вас знаю. резюме второй части, да? Во-первых, научились находить все ингредиенты для классификатора. p от y сказал как? p от x плюс y сказал? Вспомнили с вами, что такое метод максимум в парадобе. Научились его в лоб применять, чтобы оценить параметр распределений. Я вам еще раз показал, что лог-лоз это просто минус лайк легко распределение обернули. Ну и узнали, что такое сглаживание и что нам помогает с переобучением. Все. Вопросы по второй части. Нет, да, если нет, да, то идем к самой сложной части байерский подход. Павел, кто-то? Черт. Вот там ВМП для нормального вещественные числа, поэтому я просто обозначил так, ну, немножко по-глупому, да. То есть, то, что стоит большими буквами, это ваша выборка. То, что вам приходит, что вы видите. Просто для Бернулли вы видите единички-нолики, поэтому я решил, что уместно будет над этим игреками. А для нормального я решил, что уместно будет х большое. Потому что это вещественные числа. Чтобы у вас была какая-то ассоциация. Возможно, я не прав, простите меня. Окей? Все, отлично. Давай идем дальше. Итак, давайте я вам дам рекламу байерского подхода. Вы смотрите, еще раз. Это то, что было раньше, это такой, знаете, такой классический, классическая лекция по машинному обучению. Сейчас я немножко буду из него выходить. И так как я делаю это первый раз, скорее всего, будет очень плохо. Но я верю, что вы от этого морально не пострадаете. Значит, смотрите, байерское машинное обучение это одна из самых развивающихся областей на виду с нейронными сетями. А как самое горячее, это, собственно, их, сказать, симбиоз, когда вы байерский метод принятете к нейронным системам. Поэтому, если вы хотите быть на гребне волны, вы должны уметь читать современные статьи по байерским методам. Для этого я вам как бы даю такую introduction to introduction, чтобы вас немножко замотивировать, а дальше я вам накидаю очень много материалов по как это разобрать. Есть целые книжки, то есть, на самом деле, книжка Бишопа, Паттерн, Рекунишн, это просто хорошее введение в байерские методы. Вот вся книжка, она в этом духе выдержана. То есть, вся книжка, она про машинное обучение с помощью байерских методов. Так, чем они хороши? Во-первых, они позволяют получать реально важные практические результаты. То, что я сказал в начале лекции, так, варитационный дропаут. То есть, что можно выбросить 99% там нейронов, и качество не упадет. Это как бы сильно прорывное достижение позволяет вам засовывать ваши нейросети в очень маленькие устройства, в очень маленькую память. Это как бы неистый пример, а в казах скажу побольше примеров. Мы будем описывать все параметры модели как какие-то распределения. Прямо будет счастье, что типа средний компьютер как-то распределен, там, дисперсии и так далее. Мы будем сейчас работать полностью с таким вероятным подходом. Но дальше мы будем использовать также формулу байса для оценки параметров тет. То есть, мы используем вероятный подход, оцениваем каждый параметр как распределение, используем формулу байса, а затем считаем p от y для предсказания. Это такой краткий пункт байсовских методов. Давайте на какой-нибудь примере сейчас будет. А, да, во-первых, в принципе, вот зачем нам в принципе нужна случайность? Да, то есть почему вот определение случайности это как бы сущность байсовского подхода. Вот смотрите, вот мы наблюдаем какую-то выборку. Можем им сказать, что мы можем точно восстановить как бы y от x-ов? Нет, поэтому не можем. Вот я написал какие-то примерные причины. Почему не можем? Там есть какие-то аномальные объекты, да, когда признаки делали, кто-то ошибся. мы, во-первых, не можем полностью описать, мы не можем все признаки учесть, да, то есть у нас заранее могут быть какие-то ошибки. И в байском подходе считается, что наша модель имеет какую-то объективную неопределенность. То есть мы, в принципе, подбрасываем монетку, и мы не говорим, что это случайное событие, мы говорим, что оно, мы объективно не знаем, как она упадет, но мы точно знаем, что оно не случайно. Оно зависит от того, как я подбросил, под каким углом, какое угло вращение, то есть орел и решка, он точно определен. Просто я не знаю этого. Поэтому я использую случайность для того, чтобы описать все мое незнание. То есть суть использования всего этого аппарата в том, что я строю свои модели опираясь на то, что я не могу полностью воспринести все. Да? И все это, все мои, как бы, знания и незнания я могу восстановить с помощью вероятных распределений. То есть мы не можем описать закон природы, поэтому мы используем теорию вероятности для этого. Это такой философический подход. И еще немножко философии. Это смысл формулы Байса. Еще раз говорить глобально. Только уже не на y, как мы делали раньше, а на параметры тетта. Вот смотрите. вот я применяю формулу Байса для параметров тетта. Просто по формуле это ваша выборка, опять-таки, x это вся выборка, и y, да, p от y на p от x. Еще раз, p от тетта. Вот так по принципу мапа восстанавливаются параметры в байском подходе. П от тетта это наши априорные представления о параметрах. То есть мы не сделали, не видели какую-то общающую выборку, какие наши параметры будут априорно. Какие параметры линейной модели, если она еще вообще не училась никак. Вот это x по слову y, это насколько вероятно пронаблюдать нашу выборку при условии таких параметров. Это likelihood. Насколько вероятно, что с такими параметры линейной модели я увидел такую выборку. Ну, а это evidence номеровочная константа для того, чтобы просто она была, чтобы это отношение было вероятностным распределением, чтобы она единичку суммировалась. Окей? То есть мы будем оценивать параметры по этой формуле. Ну, вот. Смысл в чем? Что раньше у нас были какие-то определенные знания, мы пронаблюдали нашу выборку, перемножили их и обновили наше представление о параметрах тета. То есть мы делаем серию экспериментов, видим выборку, обновляем тета. Еще раз, еще раз, еще раз. То есть смотрите, что сделать по формуле байеса, если мы уже проделали такую итерацию? Вы посчитали новое апостеорное распределение, можно ли мы как-то заиспользовать, если мы увидели снова какую-то выборку? да, если у вас был один эксперимент, вы пересчитали раз, запомнили ее, забыли вообще то, что было раньше, использовали ее в новой формуле байеса, замкнули, взяли снова как петет и вы таким образом вообще информации не теряете, у вас вся информация о выборке лежит в этом распределении, понимаете, обучаться на больших огромных объемах данных, потому что у вас всегда не нужно хранить всю выборку, вытащить всю информацию с помощью байесского подхода и вытащить это постепенно распределение, а дальше вы ее забыли, пришли новые данные, обновили, по формуле байеса, все, забыли снова, понимаете, вот это как бы сущность применения байесского подхода для бигдады, ну, собственно, это я написал в качестве ответа, ну вот, и вообще говоря, очень удобно, когда наши распределения, вот эти два, подобраны специальным образом, так называемые сопряженные распределения, сопряженные распределения это когда у вас likelihood и prior такие, что при их перемножении вы остаетесь в том же семействе, что и likelihood, понимаете, то есть у вас было какое-то распределение а, в таком же распределении, как и prior, у вас было распределение а умножили на b, вы их перемножили и остались в таком же классе распределения, что и было b, когда вы можете использовать его снова сюда и вы снова останетесь в том же классе распределения. Благодаря свойству сопряженности распределений вы остаетесь в том же самом классе, что и prior всегда. И тогда, поверьте мне на слово, весь байерский подход можно сделать аналитически. Если вы подобрали так распределение, что у вас prior и like сопряжены, вы остались в том же семействе и все, вы замкнулись и у вас все очень хорошо. Коллеги, это понятно? То есть, например, в примере мы разберем один такой пример сопряженных распределений. Друзья, есть вопросы? сопряженные распределения не может быть сопряженным, оно может сопряженным. То есть, вы перечитаете, если оно останется в том же классе, и все. Ну, перед тем, а и б перенажайте просто и смотрите. Функциональный вид такой же у них или нет? Слово говоря, если был гауссг, у вас остался экспонент и нам не констанутся. Окей. Ну, давайте теперь сравним байерский подход и мет максимум продавля. Проподобие. Ну, вот. Мы с вами знаем, что по мере на максимум продавля подбрасываем монетку вот так как раз орла это мы проходили раньше. Ну, вот в чем курьез. Вот представьте, что мы подбросили три раза. Вот реально раз, два, три и все. И три раза выпала решка. Ну, такое бывает. Вот значит ли это, что мы должны сказать, что это мэта не может выпасть орлом никогда? Я хочу у вас спросить разницу между ММП и байерским подходом. Вот ответ ММП. Типа ноль на три ноль, да? Вопрос. Вот вы как специалисты считаете разумным, что вы подбросили монетку три раза и сказать, что все, она только орешка. Вот видите, то есть здесь оценка максимум не работает просто. Опять-таки, почему выборка маленькая? Мы говорили, что ММП сходится тогда, когда выборка большая. Ну вот. Я написал не очень свойства ММП. Это, во-первых, состоятельность, что она сходится по вероятности к истинному значению. Она асимметически нормальна, что она распределяна нормально, и обладает не меньше дисперсии среди всех состоятельных оценок асимметических. Но это все работает только при энерной бесконечности. Ну, три бесконечности. То есть вопрос, типа, у нас big data, поэтому надо же быть все равно. У нас, типа, n, это миллионы, миллиарды. Да, то есть видите, что у вас при маленьких n-ов может не работать. Ну, вы можете сказать, типа, я всегда наберу n-ов побольше. Ну и все, как бы. И зачем мне ваш байерский подход? То есть я там скачаю из-за этого картинки там и все. Ну, на самом деле нет. Потому что на самом деле не n, а n на d, как мы говорили раньше. Где d число параметров. То есть в чем, как бы, курьез машинного обучения? Сейчас big data, уже там миллионы объектов, уже там весят терабайты, но у меня всего параметров не хватает. То есть современные нейронные сети сферз там миллионы, миллионы объектов, ой, миллионы параметров. То есть человечество, как только наращивает большие данные, он сразу хочет, как бы, нарастить побольше параметров, чтобы еще качество повысить. Да, и сразу же оно не выполняется. Чем больше у вас данных, тем более сложные вам нужны модели. И тогда уже как раз таки в современных нейронных сетях эта штука может не выполняться. Понимаете? То есть и тогда MMP работает плохо. То есть если у вас у вашей модели миллион параметров, а вы настраиваете их на 10 тысяч объектов, это как бы конец. MMP здесь не сработает, вы получите заведомо несостоятельную оценку. Коллеги, это понятно? Метод максимум работает только когда у вас объектов сильно больше, чем параметров. А в современных нейронных сетях это не так. Поэтому там боевский подход как раз очень важен. Ну и вот, можно показать, мы этим заняться не будем, что если параметров очень много, то они просто переходят друг к другу. То есть боевская оценка становится то же самое, что и MMP. То есть если у вас выполнены условия, то как бы у вас апостерерная вероятность будет такая же, как и likelihood. Но мы с вами будем говорить только о том случае, где N на D не такое. То есть если у вас это выполняется штука, вы просто делаете MMP и забиваете. Никакие боевские методы вам не нужны. Это PEN, да? Окей. Ну вот пример. Ну вот смотрите, вот та же самая монетка. Вот это ответ MMP. А теперь давайте примем боевский подход. Вот наши параметры, likelihood на приор. И делаем оценку максимум, не максимум, а опустеренной вероятности. Берем argmax этой штуки. Это понятно, да? То есть вот мы взяли боевский подход, почесали тета, и хотим сделать argmax. Ну, вперед. Во-первых, первым делом нужно выбрать апрелорное распределение для тета. То есть какие будут, как бы, какой будет параметр тета, орел или решка, если мы вообще ни разу не подбрасывали. Вот в этом случае разумно сделать бета-распределение, так называемое. Почему? Сейчас узнаем. Пока просто примите на веру, что это просто такое распределение, которое описывается альфа и бета. Это такой большой класс распределений. Я немножко нарисовал бы, это такие, такие, такие. Вот, например, нам, наверное, интересно больше всего такой случай, фиолетовый, да? Это когда альфа и бета одинаковые. Это значит, что у вас, в принципе, максимум в 0,5 где-то. То есть вы считаете, что у вас монетка априорно честная, что априорно там 0,5, там плюс-минус. Ну, а если вы считаете, что нет, вы можете сейчас такое взять, такое. То есть это большое семейство распределений, которое позволяет вам менять его, зависит от того, как вы априорно считаете, честно или нет ваша монетка. Выбрали такой прайер. Ну, выбрали именно его, потому что понятно, что оно сопряжено, сбернули. Это можно легко показать. У вас старый вестр слайда, поэтому здесь оно не показано. Но оно, конечно, сопряжено. Поэтому оно сопряжено сбернули, и поэтому весь байер скилл можно сделать очень просто. Итак, смотрите. Что мы делаем? Мы хотим посчитать эту штуку. Ну, или ее логарифм, то есть сумма логарифмом лайклихуд на прайер. Лайклихуд это сбернули, вот он. Прайер, логарифм, я прологарифирую абсолютно честно. Вот просто по формуле оттуда. Параллогарифмировал и сложил. Взял производную по тета, учел ответ. Можете мне довериться, потому что я это делал самостоятельно. Ну вот. Вот так выглядит ответ на тета по методу Байерскому, по методу максимальной апостерной вероятности. Вот на что это похоже? Да, да, да. С винегретом, да. Да, да, да. Это и есть, собственно, нормальное объяснение, что такое сглаживание. То есть, опять-таки, вы получили параметр альфа и альфа плюс беза, это просто параметры для априорного распределения. То есть вам априорный априорное распределение позволяет вам зарегулировать ваши параметры, чтобы оно не было очень подобно под обучающую выборку. И в этом случае есть байерского подхода. Вы придумаете какой-то правер, используете его по формуле байерса и получаете регулируйзацию на ваши параметры. И теперь, когда вы видите байерску ноль раз, вот ни разу не упал орел, у вас оценка не нулевая. У вас оценка такая, которую вы предполагали раньше. Понимаете, да? То есть, пример должно быть. Да, пример. Вот, смотрите. Вот ML, оценка, максимум лайк. А вот мапа оценка. Вот, смотрите. Посчитаем мы, что мы подбросили четыре раза альфа плюс бета и два раза выпал орел. Я подставил сюда, честно, альфа и бета два, получил такую оценку. Это значит, что если у вас это ноль, то у вас эта штука не нулевая будет. Понимаете? То есть вы заранее считаете, что у вас одна вторая, как бы, правер, и поэтому оно позволяет вам не сильно переобучаться подключающую выборку. Поэтому байерский подход можно использовать, даже когда у вас данных очень мало. Ваш прайер немножко спасет вас от переволчения. Коррек, понятно? Это такой мощный инструмент, который позволяет вам на самом деле применять байерский подход, даже когда у вас там один объект. Если вы как бы хорошо создали прайер, конечно же. Коррек, понятно? Окей. Ну вот, пример. Вот ваш прайер, смотрите. Чем больше у нас альфа, да, вот альфа, там, не знаю, как у нас 2, это желтый, да, тем больше мы считаем, что он, как брешка падает. А, нет, орлом. Ну да, альфа, а, нет, альфа это 2, вот бета, да, это бета. Если бета 5, очень большой, то мы больше считаем, что он падает вот здесь, с решкой. А если наоборот, мы считаем, что он больше падает вот голубым орлом. То есть, вы с помощью бета распределения можете легко показать, насколько вы доверяете, как бы, этому, этому монетке. Ну, а если считать, что оно, как бы, честное, выберите такое, 2,2. И что вы говорите, что, ну, вот, скорее всего 0,5 где-то. Это понятно, да? То есть, вы подстраиваете априорное распределение так, как вы считаете, устроен этот мир. И это вам позволяет, как бы, ваши хотелки, ваше желание, напрямую в модель. Вы, как бы, уже не слуга модели, который, значит, скормили данные, а она что-то зафитила, там, выдела предикт. Вы ей сказали, вот, хочу, чтобы мои параметры были такие. И она, как бы, вас послушает. Вдруг формул Байес, она подстроит параметры так, чтобы ваши хотелки удовлетворить. Это, опять-таки, это нужно просто потому, что мы переобучаемся. Вы, как специалист, знаете лучше, какое должно быть решение, чем любая модель. Поэтому, очень хорошо, если вы ваши хотелки, засуньте их напрямую, чтобы модель не переобучалась. Нормально? Окей. Вернемся к логогрессии. Сейчас обсудим. Опять-таки, опять-таки, пишем максимум лайклихуд. То есть, считаем, что мы подбрасываем монетку, видим единички-нолики. Раньше, как мы считали, что это просто тета и один минус тета. Да, то есть, мы говорили, что у нас всего один параметр, который описывает броски. Но, то есть, мы никак фичи не учитывали, по сути, монетки. А, у монетки есть фичи, на самом деле. То есть, у нас монетки, там есть угол вращения, там, там, каким углом вы бросили под горизонт, там, там, силуус, который вы подбросили, да? И теперь вы можете все эти параметры засунуть в модель. Да? То есть, вы можете пропитывать не тета, а как-то по-другому. И тут мы приходим к логогрессии. Логогрессия, это, если вы наблюдаете единички, нолики, но вы их как бы параметризуете не одним параметром, а какой-то линейной моделью. Вот, смотрите. Вот это то же самое, что мы с вами проводили. Это то же самое логоглосс. Но раньше мы говорили, что вот эта штука, это просто пара, это наш тета. А теперь мы говорим, что я ее моделирую сегмоидой, как мы с вами обсуждали, ну, и, где а, это просто линейная комбинация фичей на объекты. Понятно? То есть, и дальше находим оптимум конеца спуска. Поняли мысль? Я так же работаю с монеткой, так же вижу единички, нолики, но я и настраиваю не какой-то параметр один, там, вероятность орла, а целую смесь параметров, вот, как длинные модели, что если я умножить параметры на фичи, подставлю в сегмоид, у меня будет логлосс, ну, максимизируется продовер-бер-нули. То есть, каждый раз, когда вы пишете логлосс, вы на самом деле проводите максимизацию метода проподобия. То есть, вы пишете его и максимизируете по таким параметрам. То есть, просто думайте об этом каждый раз, что на самом деле вы не какой-то лосс оптимизируете, а напрямую вы используете метод максимум проподобия со всеми вытекающими отсюда, что у вас должно быть число объектов сильно больше числом признаков. Понимаете, да? То есть, если вы напрямую видите, сколько вам нужно объектов, если вы говорите, у вас 10 признаков, говорите, что вам нужно тысячу объектов, чтобы это отношение заедом было большим, число объектов, число признаков. Коллеги, понятно, что ваша логрегрессия, она обучается по принципу максимум продовер-подобия, то, что вы делали в домашке. Теперь давайте разберемся, что такое регуляция. Ну вот, используем байерский подход, чтобы уменьшить переобучение. Ну вот, то же самое, то же самое, что было с монеткой. Выбираем априорный P от T. То же самое все. И теперь будем считать, что, ну, нужно сказать, какой-нибудь prior. Давайте посчитаем, что вот априорный, я считаю, что все веса моей линейной модели должны быть нормальными. Вот я ничего не знаю, вот не знаю вообще про то, про этот мир, но пусть еще получается, что prior, он нормален. Это такое разумное предположение, мне кажется. Ну вот, я добавляю вам оценку, через логарифм, берется этот логарифм, у вас экспонент уйдет, знак придет с минусом, ну, станет такой штукой. В C засунул все, ну, как бы, все параметры, все константы, которые были там у нормального распределения. Понятно, да? То есть я взял, как бы, prior, как нормальный, переносил все, как бы, все компоненты и запихнул это для формулы тета по методу максимума апостерерной вероятности. И что я получил при этом? Вот этот мап, это аргмакс такой штуки. Друзья? Что это за штука? Вот это? Да, логлост с регуляцией. А, я написал слайд, неинтересно. Да, то есть это логлост с регуляцией, что, типа, берете минус, это будет с минусом, а это будет с плюсом. Ну, понятно, да? Это просто логлост с регуляцией. А какой смысл у дисперсии сигму квадрата при этом будет? Вот, вот как, вот по смыслу, что такое сигму квадрат, когда я делаю prior? Да, да. Насколько у вас веса размазаны от нуля? Если вы считаете, что у вас веса сильно сжаты около нуля, вы берете сигму поменьше. Вот если вы считаете, что они не у нуля сжаты, ну, как бы, раздвигаете ее пошире. Сигму квадрат имеет абсолютно чистую вероятность интерпретации. Это то, насколько вы заранее предполагаете, ваши веса должны быть около нуля. И это как раз то же самое, что мы с вами говорили. Да? Что большие веса это переобучение. Потому что при маленьком изменении признака сильно изменится предсказание. Да? И поэтому заранее мы хотим, чтобы они лежали около нуля. Да? И чем меньше сигма, тем больше параметров регуляции, тем сильнее ваши веса будут лежать около нуля. Это понятно, да? Это вот такая сущность байерского вывода для логревесия. То есть мы хотим, чтобы веса заранее были распределены нормально. И чем больше мы хотим, чтобы они были как бы с плюсом к нулю, тем сильнее мы регулируем модель. Тем самым не допуская, чтобы веса были большими. Потому что большие веса это переобучение. Окей? А теперь как сделать L1 регуляцию? Господи, вот мы сказали, что каждая компонента распределена нормально, а теперь как можно сделать? Да, да, распределена Лапласа. Там просто будет вместо квадрата модуль и все. Вот ваш распределена Лапласа. Опять-таки, видите, чем параметр, там, не знаю, бета меньше, тем она уже, да, вот ваш бета. Все то же самое, то есть, типа, и у него есть точка, где она не дифференцируема. Вы можете дома проверить, что если возьмете распределение Лапласа, поставите в эту формулку, вы получите логистическую регрессию с L1 регуляцией. Понимаете? То есть регуляция имеет строгий, байерский смысл. Это наши априорные хотелки о том, какие должны быть веса по нашему собственному мнению. Но при этом, вы же делаете, и мы все-таки по NMP делаем. Нет, смотрите, вы делаете по NMP, а когда вы добавляете то регуляцию, вы делаете уже по мапу. Вот без регуляции, еще раз, смотрите. Вот закрыли пальцем это, это MMP. Вернули мап. Каждый раз, когда вы делаете без регуляции, вы делаете MMP. Каждый раз, когда вы делаете с регуляцией, вы делаете мап. Потому что вы используете как бы априорные представления о том, какие должны быть веса. А, и причем мап в определенном и определенном, да? Ну да, прайер выбирайте заранее, да. Например, на нормальный прайер. Или по Лапласу прайер. Какая сложная, релекция получилась. Коллеги, вопросы есть по этому? Друзья. Окей. Ну, и очевидно, давайте разберем еще и линейную регуляцию. Есть ли у нее вероятность интерпретации? На самом деле есть. Но понятно, что мы уже не сможем использовать при нем Бернули. Ну, потому что, как бы, типа, мы видим какие-то вещественные числа, какое здесь Бернули. Мы должны использовать другое какое-то распределение. Ну, самый простой вариант считать нормальное распределение. Считаем, что наши иерики, которые мы наблюдаем, например, типа, условно говоря, если мы прогнозируем, там, сколько ресторан заработает, они приезжают к какому-то распределению. Нам нужно как-то параметризовать. Ну, для линейной, будем считать, что у нашего распределения среднее это какая-то функция от х и тета, которую будем настраивать тета, нашего алгоритма. Ну, и сколько это теперь си га квадрата? Мы считаем, что наши иерики такие, что они живут в каком-то нормальном распределении, где среднее является ответом вашего алгоритма. Из-за этого получается такая формулка для p от y к условию x. То есть мы берем не в Бернули, а мы берем нормальное распределение. Если в Бернули мы параметризовали как бы вот это p верность алла, то здесь мы параметризуем среднее у нормального распределения. Ну, окей, все. Берем mmp, перемножаем, берем логарифм, вот получили. Что это такое? Ну, что это такое, друзья? Что? Ну, mse, да, это просто mse, да. То есть еще раз, mse это просто минус логарифм от нормального распределения, где среднее по сути является вашим ответом. Вы считаете, что ваше предсказание от правильного ответа отличается только случайным шумом? Сколько это дисперсия 7 квадрат? Подумайте это хорошо, внимательно. Вещание, что вы настолько точно можете восстановить вашу задачу, что таргет от вашего предсказания будет только на шум отличаться. Причем с нулевым средним. То есть вы как бы полностью смещение покроетесь здесь. Понятно? Ну, потом мы говорим, что, ну, а, это понятно, лейная компетенция весов на фичи. Ну и все. Находим дальше оптимум с помощью метода максимум проподобия. Ну, в смысле, с помощью гриджетного спуска. Окей? Вопрос, как добавить сюда регулироваться, чтобы перейти от оценки максимум проподобия к оценке максимум апостерерной вероятности. Так. Лес рук. Да, да, да. То есть вы просто берете, делаете, что делали раньше. Тета map, это Rmax, это на это, оп, все. Если P, это будет нормально, домом покажите, что будет то же самое, что L2. Если T, это будет пола пасу, будет L1. Без дураков. Все то же самое, что в логической регрессии. То есть и здесь, и здесь, как бы BISC подход показывает вам сущность, как бы, сущность вашей регулировации. То есть что оно значит с точки зрения вероятности. Окей? Ну и последний, как бы, такой пунктик, наверное, это как сделать, как бы, финальное предсказание. Вот мы посчитали, вот эту штуку, да? Вот мы взяли prior, там, взяли, оценили like, перемножили, получили апостеронное значение на ttx. Окей, да? Что дальше сделать? Вот самый такой вариант, который хочется сделать, это просто максимум его, да, что мы делали раньше. Если мы возьмем просто максимум, это называется bias для бедных. Да? Почему? Потому что мы, все, мы уже не используемся bias методами, мы уже оперируем с числами. Bias метод все вероятности. Вы получили распределение на tt, поэтому, как только вы сделаете у него максимум, вы потеряете всю информацию, полноту, потеряете то, какие должны быть tt при других, какие еще могут быть tt. Да? Поэтому моду, то есть arg-максимум, мод распределения, это самый как бы максимум этой плотности. Брать не всегда стоит. Да? Вот смотрите, вот у некоторых распределения мода является как бы хорошо описывающим, да, то есть, а у некоторых мода может быть как бы в начале, а потом еще целый огромный длинный хвост. Да? То есть не всегда стоит брать моду как лучший вариант описания распределения, потому что дальше, вот в среднем, может быть еще лучше, чем здесь. Вы понимаете, да? То есть не для всех распределений мода является как бы хорошим его описанием. Оно может стать там в начале какой-нибудь, а дальше, в принципе, будет суммарно будет стать больше как бы больший массив вероятности, чем в начале. Что это делать? Ну, что делать? То есть если мы знаем как бы p от y, то мы можем просто перемножив, ну как бы с помощью правил суммирования как бы маргинализовать по θ, то есть мы просуммируем, проинтегрируем по всем d θ, и тем самым θ уйдет, и останется только p от y. То есть я просто маргинализовал вот это распределение по θ, и осталось только без него. Все внимательно. То есть я просто взял все модели, которые здесь есть, с разными парамиды θ, и как бы усреднил с весами, которые говорят, насколько данный θ вероятный. То есть это просто ансамбль множества моделей. Понятно, да? Ты взял модель с такими-то весами, ее предсказание, домножил на вероятность того, что веса такие, с другими весами, домноженность, огромный-огромный длинный ансамбль. И как вы знаете из практики, может, кто-то у вас уже увлекался кеглом, как правило, значит, усреднение ансамбля разных моделей работает лучше, чем одна модель. То есть баяцкий подход напрямую показывает, что вам нужно модели усреднять. Причем усреднять с весами, которые говорят на то, насколько данные веса вероятны по этой обучающей выборке. И вот это будет честный как бы баяцкий вывод. Это понятно? То есть можно взять просто модул у апостеорного распределения, да, но лучше, если вы сможете взять такой интеграл. Потому что тогда это будет более честная оценка. Ну, и немножко практики про кик-сетов. Во-первых, какие задачи может решать прикладные баяцкий подход и это мне говорят только про то, что я лично встречал. Я на самом деле не очень часто на практике с ними встречался, но то, что я видел, это, во-первых, метр релевантных векторов. Это штука, которая позволяет вам настраивать ваши параметры лямбда, параметры регуляции для каждой фичи независимо. У вас как бы каждая фича при каждом весе имеет не один общий параметр лямбда, вес регуляции, а каждый свой. Благодаря баяцкий подход такую штуку можно сделать. Можно для каждой фичи отдельно создать свой вес. Это будет метр релевантных векторов. Вариационный дропау, что я вам говорил уже. Баяцкий автокодировщик это штука, которая может генерировать изображение, то есть те картинки, которые вы видели, возможно, не полученные баяцким автокодировщиком. И такой же штукой можно как раз генерировать лекарства, о которых я говорил. И баяцкая оптимизация это такой штука, которая моделирует неизвестную функцию с помощью галстских процессов. Эта штука позволяет находить параметры не на кросс, как бы параметры например, не знаю, глубину дерева, структурные параметры алгоритма не полным перебором на кросс-валидации, а быстрее. есть такие специальные пакеты, которые поставить в питоне например, делать кросс, как бы подбирать параметры не с помощью полного перебора, так называемых grid search, а с помощью баяцкой оптимизации. Эта штука работает реально быстрее, чем перебор по сетке. Это просто пример, чтобы я реально ослабился и вот эта штука реально, ну, реально подбирает в какой-нибудь кагле, чтобы подбирать параметры не грид search, а вот с помощью баяцкой оптимизации. Кому интересно, вы можете просто погуглить, это вы много чего найдете. Ну, однако, в большинстве задач применять их тяжело. Во-первых, никто не знает, как брать прайер. То есть, нет какого-то универсального совета, каким образом брать прайер. Поэтому, опять-таки, здесь происходит такая вот эвристика какая-то, что мы говорим прайер, по гауссу или прайер по лапласу. Понимаете, что если прайер и лайкер не сопряжены, у вас ничего красивого не будет, у вас никакой интеграл, численно браться не будет, и вы это аналитически никогда не увидите. То есть, у нас, как бы, с метками они были сопряжены, вот я с вами легко все посчитал, а в большинстве задач не будут. Если вы сделаете численные методы для таких интегралов, там все будет довольно сложно по вычислениям, можете поверить мне на слово. Ну, и вообще говоря, иногда проще реально использовать метод максимума проподобия, просто понабрать побольше признаков и побольше данных собрать. Это будет чисто по трудозатратности проще, чем использовать байский год. Из-за этого на каком-нибудь кагле вы, скорее всего, не встретите байский подход, кроме байской организации. Потому что, как бы, чисто затратно его сделать много сложнее. с точки зрения передовых научных работ, передовых технологий, он как бы важен. Но его часто используют и делают очень прикольные штуки. Ну, давайте резюме и пойдем домой. Итак, мы познакомились с байским подходом, сделали прямое сравнение байского подхода с принципом максимума проподобия на примере монетки. Там вам показали, что введение бета-распределения на априорные параметры монетки позволяет вам сделать сглаживание напрямую. Показали вероятность интерпретации лейных моделей. Поняли, что мода, то есть арг-максимум апостереновая вероятность не всегда является оптимальным предсказанием. Гораздо лучше сделать полный вайский вывод, то есть маргинализовать вот это распределение по тета. Ну, и главный резюме сегодняшней лекции это байский подход. Он хорош, он позволяет вам делать какие-то прорывные работы в современном машинном обучении, но пока еще на практике он поменяется не очень часто. Коллеги, у нас есть немножко времени, можем с вами обсудить вопросы по этому части, этой части лекции или по всей лекции полностью. Правильно мы задаем сами, а подробнее нам подано. Смотрите, как правило, и то, и то, функциональный вид правдоподобия вы тоже называете сами. Вот оно. Вы считаете, что вы можете восстановить Y с точностью до нормального шума. Вот ваша гипотеза, что я могу. И если вы это сделали, все как бы, вы король. и prior позволяет вам не сильно подогнаться под эту выборку. и для этого вам нужно самому поставить ее. Заранее сказать, что да, я хочу, чтобы тета было поближе к нулю. Например, по лапласу или по нормальному. То есть, как бы, функциональный вид и того, и того, естественно, вы выбираете сами. Друзья, вопрос еще есть? Все? Окей, если что, я опустеру еще пару минут. До встречи на следующих занятиях.